Всех на второй ежегодной конференции для преподавателей от интерактивной рабочей тетради SkySmart. Рада вас всех видеть. Напишите, пожалуйста, в чате плюсики, если вы меня видите и слышите. И хорошая связь, и всё замечательно видно. Хотела бы сказать, что сегодня у нас не просто конференция, это своего рода выпускной, на котором мы подводим итоги учебного года для учителя, в первую очередь, и говорим о важном, о том, с чем преподаватели столкнулись в этом учебном году. Темой сегодняшней конференции это проблема профессионального выгорания. Статистика запросов учителей тому подтверждение. И для каждого из нас это вопрос индивидуальный. Кто-то перегорел после карантина и так и не смог восстановиться. Кто-то хочет нового развития, нового вдохновения на работу. Кто-то столкнулся с проблемой общения в работе, с неумением переключаться, с какими-то ещё другими сложностями. Тем не менее, всё это привело к профессиональному выгоранию. И именно сегодня я в качестве ведущей, вашего сопровождающего, вместе с вами погружусь в данную тему, и мы попробуем разобраться, что же такое профессиональное выгорание, что способствует этому, как можно преподавателю в современных реалиях провести профилактику, устранить те причины, с которыми мы с вами сталкиваемся регулярно в нашей профессиональной деятельности. Вижу все ваши комментарии. Спасибо огромное, что вместе с нами участвуете в конференции. Я сейчас переключусь на режим демонстрации экрана. Хочу, чтобы вы также видели и рассказать поподробнее о том, как пройдёт сегодняшняя наша конференция. Итак, прежде всего представлюсь. Меня зовут Потупчик Мария. Я являюсь руководителем методического центра в интерактивной рабочей тетради SkySmart. Возможно, вы меня знаете по вебинарам или курсам повышения квалификации для педагогов. Но мы в рамках своей работы активно взаимодействуем с преподавателями всех регионов России и не только из стран СНГ в том числе. И, конечно же, мы как эксперты дистанционного обучения активно внедряем современные механики, современные инструменты, которые помогают преподавателю повышать свою компетенцию. Также, конечно же, в первую очередь я являюсь преподавателем, преподаю английский язык и уже более 10 лет работаю в этой сфере. Сегодня мы с вами встретились на платформе YouTube, которая позволяет встречаться в большом формате. У нас с вами есть формат коммуникации, это чат. Вы можете, и мы очень настаиваем даже, чтобы вы задавали вопросы нашим экспертам. Мы активно также с вами будем общаться. В чате у нас присутствует модератор, который по возможности ответит на все технические вопросы. И также методист постарается помочь вам освоить всю необходимую информацию. Также мы будем выбирать самые интересные, самые необычные, самые, наверное, актуальные вопросы. И я буду их задавать нашим спикерам прямо во время эфира. Конечно же, будет сложно задать все вопросы, поэтому мы все ваши вопросы соберем. И после того, как закончится конференция, мы подготовим письма всем участникам с сертификатами и также ответим на все вас интересующие вопросы. Хотела бы также сказать, что все участники сегодняшней конференции, которые зарегистрировались на нашу конференцию, получат сертификаты. И также мы вам расскажем про нашу интерактивную тетрадь. Сейчас хочу обратить на ваше внимание. Некоторые первый раз столкнулись, возможно, с платформой YouTube, еще не участвовали в конференции. Хотела рассказать, что мы общаемся в чате. Я вижу все ваши комментарии. И также спикеры активно тоже видят и отслеживают. Поэтому мы будем рады любой обратной связи. Пожалуйста, делитесь своим мнением, потому что сегодня конференция – это даже не совсем конференция, а больше общения с коллегами, с единомышленниками. И мы будем стараться тоже своевременно отвечать на все ваши запросы. Сейчас я бы хотела запросить информацию, напишите, пожалуйста, в чате, все ли хорошо видно, слышно. Я вижу, что подключаются преподаватели из совершенно разных регионов, городов, разных школ, разных предметов. И это очень здорово, что нас всех объединяет, не только эта тема, а вообще стремление к развитию. И сегодня нашу конференцию открывает Алексей Конобеев. Мы его все прекрасно знаем. Алексей участвует во множественных конференциях. Ну и в первую очередь является академическим директором Skyeng, крупнейшей онлайн-школы страны СНГ и России. И, конечно же, поделится своим опытом в организации профессионального общения как средства профилактики профессионального выгорания. Алексей, передаю вам слово. Рада вас видеть, приветствовать. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы поговорить действительно об очень важной непростой теме. Я думаю, что мы все чувствуем ее остроту. Конец учебного года, все устали. И даже те вещи, которые мы любили, ради которых мы с удовольствием шли в школу в сентябре, сейчас они, я боюсь, у многих вызывают не самые радостные чувства. Почему так происходит? Потому что это вот то самое профессиональное выгорание. Если посмотреть на то, что пишут психологи... Кстати, уважаемые коллеги, если можно, я стараюсь говорить громче, а микрофон держу очень близко. Но если вдруг кому-то не очень слышно, вы не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, в чате. Я постараюсь говорить максимально громко и четко. Но всякое бывает, иногда зависит от качества связи. Итак, после технического отступления возвращаемся к нашей теме. Психологи выделяют целый ряд причин выгорания. И они, к сожалению, связаны со многими вещами, на которые мы с вами, как личности, как сотрудники, не очень можем повлиять. Вот какие причины чаще всего выделяют психологи. Во-первых, это не очень правильная организация деятельности в целом. Когда, например, у нас бывает нечеткое расписание, когда нам добавляются какие-то повседневно новые задачи, которые мы не ожидали и не планировали, и у нас и так уже полные руки нашей работы, а нас просят сделать что-то дополнительное. К сожалению, ситуация очень знакомая, когда вот внезапно приходит в Двухто какое-то распоряжение региональное, то какая-то контрольная работа новая, которую мы совершенно не планировали. Мы хватаемся за голову и думаем, когда же нам занятия провести и как нам тогда компенсировать. Хорошо, когда можно, например, дать задание из интерактивной тетради SkySmart, чтобы дети дома сделали, и задание будет проверено автоматически, вместо того, чтобы совсем уж терять время и еще здесь как-то находить. Бывает проблема, что не хватает оборудования для чего-то. Вот коллеги, которые занимаются предметами, которые очень сильно зависят от лабораторного оборудования, например, химии, физикой, я думаю, они меня хорошо понимают. Не хватает химикатов – не проведешь нормальный опыт. Это правда же? Не проведешь опыт, детям приходится либо на видео показывать, либо рассказывать, но это, конечно же, не одно и то же. И это тоже добавляет нам стресса. Плюс есть еще такое понятие, как бюрократический шум. Нас заваливают большим количеством разного рода инструкций, разные проверки, которые опираются на самые разные документы. Получается, что учителю нужно быть специалистом и в юридических вопросах, и в вопросах административных, и знать санпины. И еще очень много вещей, и надо их держать в памяти, и извлекать из этой памяти очень быстро. Ну и сейчас предстоит лето, когда надо писать рабочие программы. Конечно, это тоже добавляет к этому выгоранию. Еще одна причина – это повышенная ответственность. Мы за все отвечаем, и за всех. И за то, как ведут себя дети на уроке, и как они ведут на перемене. И за то, как дети воспитаны, и за то, чему они научились. И за хорошие оценки мы отвечаем, почему их недостаточно, и сколько бы их ни было, все равно недостаточно. И за разные конкурсы, и за оценки не очень хорошие тоже все с нас спрашивают. Более того, самые строгие контролеры здесь мы сами. Мы сами себя спрашиваем постоянно и терзаемся тем, как бы еще можно было урок провести для того, чтобы результат был вышен. Бывает иногда, к сожалению, неблагоприятная психологическая атмосфера. Мы все люди, всякие ситуации бывают. И бывают такие моменты, когда возникает конфликтность. Как в системе руководитель подчиненной, так и коллега с коллегой. Ну, мало ли что произошло. Всякие вещи бывают. Это нормальная ситуация, это нормальная жизнь. Просто это обостряется на рабочем месте всегда. Ну и, конечно же, не исключен психологически трудный контингент учеников. Учеников, которые не заинтересованы, например, не мотивированы в изучении нашего с вами предмета. Учеников, которым родители говорят, ой, да ты там не напрягайся, тебе это в жизни не очень потребуется. И те силы, которые мы тратим на то, чтобы доказать детям, что им это действительно потребуется, что это нужно, к сожалению, эти силы иногда расходуются впустую. И результат опять тот же самый, выгорание. Я надеюсь, я вас не очень напугал описанием, потому что проблема в том, что у выгорания есть определенные признаки. Первый признак – это эмоциональное истощение, когда у нас возникает чувство эмоциональной опустошенности и усталости из-за нашей собственной работы. Как я уже говорил, работа вместо того, чтобы приносить радость, приносит утомление. Второй признак – это деперсонализация, когда человек просто начинает цинично относиться к труду и объектам своего труда. Мне почему-то кажется, что кое-кто из нас, и у меня тоже такие мысли мелькают, когда я начал говорить про всякие инструкции, прочие вещи, могли вполне себе сказать, что на все инструкции все равно угодить невозможно, ну и бог с ними. Что сможем, то выполним, что не сможем, то не выполним. Это вот та самая деперсонализация. Ну и, наконец, самое страшное – это редукция профессиональных достижений, когда у нас постоянно начинает возникать чувство, что мы некомпетентны, что мы недостаточно умеем, что мы не умеем решать задачи в такой-то сфере, не справляемся с теми вещами. И постоянно нас преследует ощущение того, что мы неуспешны, чтобы нам не говорили окружающие. Вот если вам знакомы хотя бы один из этих признаков… Кстати, если можно, а напишите, пожалуйста, в чате, сколько этих признаков в конце года вы у себя насчитываете? Один, два, три, может быть, ноль. Если ноль, я буду очень-очень рад. Ну, чем меньше, конечно, тем лучше. Давайте посмотрим, вот как бы вы сами на себя посмотрели. Итак, это было предварительное психологическое вступление. А что же нам здесь может помочь? Есть разные советы. Но, как я говорил, многие советы, они от нас не зависят. Мы не можем исправить отношения и административную организацию работы, просто потому, что это не только от нас зависит. Не все от нас зависит в общении с коллегами. Не все зависит в работе со сложным контингентом. А что же есть такое, что мы могли бы исправить своими силами? И в то же время оно помогло бы решать вот эти вот проблемы и бороться с этим признаком выгорания. И самое главное, с их причиной, с выгоранием. Один из способов профилактики такой проблемы – это общение. Но не просто общение. Давайте посмотрим. Это общение профессиональное прежде всего. В рамках этого общения должна быть поддерживающая атмосфера. Вы мне можете справедливо сказать, но ведь мы только что говорили о сложных ситуациях. Когда возникают конфликтные ситуации, например, с руководством, с коллегами, где же взять поддерживающую атмосферу? Я сейчас расскажу. Такое общение должно приносить пользу для работы, когда должны быть полезные ресурсы, которые мы получаем. Ведь действительно невозможно сейчас столько всего менять, столько нового появляется. Опять же, я не могу перестать говорить о рабочей тетради SkySmart, потому что заходишь в SkySmart, и вдруг видишь, каждый день что-нибудь новенькое появляется. То задание для подготовки к ВПР, то какие-то летние марафоны, то олимпиады для школьников, то задание, которое межпредметный характер носят, то задание для… Я сам специалист по английскому языку, поэтому мне это особенно важно. Задание, например, для тестов на функциональную грамотность, и метапредметные связи и прочее. И это действительно удивительно. Но как за этим за всем уследить, правда же? А если настраивать какие-то уведомления, рассчитывать, получать, то иногда хочется уведомления отключить, потому что устаешь от этого. Поэтому возникает вопрос, а где же нам узнавать полезные ресурсы, а вот в том самом профессиональном общении. Ну и, конечно же, когда у нас есть возможность распространить свой опыт, перестаешь воспринимать себя как не очень успешным профессионалом или неуспешным профессионалом, потому что видишь, что то, что вы делаете каждый день, оказывается открытием для ваших коллег. Или они говорят, подождите, я сейчас запишу, потому что это очень интересно, я этого не пробовала. Или кто-то говорит, ой, а я только читал про это, но теперь, поскольку вы сказали, я хочу это попробовать. Такие вещи тоже выявляются в общении. Ну и, конечно, иногда надо просто выговориться для того, чтобы снять эмоциональное напряжение. И вот, наконец-то, после вот этой вводной предварительной теоретической части переходим к самому главному. А где же взять это профессиональное общение, которое нас с вами поддерживало, было бы полезно и прочее. Есть несколько вариантов, как его можно организовать и где найти уже готовые вещи. Давайте я вам и об этом расскажу. Во-первых, существуют специальные форумы для учителей. Кстати, уважаемые коллеги, если кому-то из вас, потому что, видите, здесь есть ссылки, я буду рад, если вы, например, там скриншоты будете делать и прочее. Естественно, видео сохранится на YouTube по тому же адресу, по которому вы смотрите. Но, коллеги, если вам нужна презентация, я в конце на последнем слайде дам адрес своей электронной почты, я вам с удовольствием ее пришлю. Может быть, кому-то эти ссылки пригодятся, чтобы вам не надо было переписывать вручную. Итак, существует ряд форумов для учителей. Например, для учителей английского языка существует форум englishteachers.ru. Есть форум, например, на учпортале. Есть форум педсовет. Там по разным предметам можно найти. Каждый может найти для себя что-то удобное. Я когда список форумов составлял, на одном из них прям одно из тем было выгорание в конце года. То есть проблема действительно актуальная. Можно найти единомышленников там по своему предмету. Но когда выбираем форумы, очень важно посмотреть на атмосферу форума, на то, как часто появляются сообщения, чтобы не получилось так, что вы, например, подписались, а форум не очень активен. И на то, как вообще люди между собой общаются. Потому что, помните, мы говорили о том, что нам нужна поддерживающая атмосфера. Нам не нужна атмосфера, где, например, люди ехидничают друг над другом, саркастично пишут или что-то еще. Можно найти подходящую группу в социальных сетях. При этом, опять же, можно посмотреть такие группы, найти, которые не перегружали бы вас информацией. Это тоже очень важный момент в конце учебного года, потому что, когда очень много информации сыпется, сыпется и сыпется, публикуется постоянно, мы просто не успеваем все обрабатывать. И тогда тоже может возникнуть ощущение неуспеха из-за того, что мы чувствуем, что мы постоянно что-то упускаем. Поэтому посмотрите. Здесь у каждого свой порог информационной насыщенности. Посмотрите, насколько вам комфортно, насколько вам интересно. Опять же, по английскому языку есть методическое сообщество SkyMFL Group. Есть просто замечательные каналы, в том числе и SkySmart, который просто публикует полезные информации, видеозаписи и прочие вещи. Есть, например, сайт methodista.ru, где люди делятся по разным предметам, своими разработками и прочими вещами. Но если вы не нашли группу, которая вас устраивала бы, мы вполне с вами можем организовать группу собственную в электронной почте. Как эта группа создается? Это то, что по-английски называется mailing list. Вы создаете группу специальную с адресами. И для того, чтобы кому-то вступить в эту группу, надо, чтобы вы его адрес добавили к этому списку контактов. Посмотрите, пожалуйста, на экране вы сейчас видите ссылки на то, как создать такие группы в электронной почте в Mail.ru, в Google, в Outlook. Но в чем прелесть этой группы? Каждый человек, который отправляет туда письмо, это письмо автоматически попадает всем участникам этой группы. Каждый может ответить. То есть это очень похоже на форум, но вы здесь не зависите ни от какой площадки. Вы здесь не зависите ни от каких модераторов. Здесь все зависит от того, что вы эту группу создали, вы рассказали об этом коллегам. И затем, кому какая в голову тема пришла, написали. Люди откликнулись, несколько сообщений, потом получили информацию. Как только интерес пропал, вы перестаете эту тему обсуждать. Она нигде не висит, она не мешает. Между тем, в переписке всегда можно найти эти сообщения. Это довольно удобно бывает. Чуть менее удобный, на мой взгляд, способ – это создать чат в мессенджере. Почему он менее удобный? Потому что, во-первых, чем больше людей в него подключаются, тем больше шансов, что сообщения начнут приходить в какие-то моменты, которые вас будут отвлекать. Ну и люди бывают разные, по-разному себя ведут, и чат в мессенджере контролировать сложнее. Потому что группа в электронной почте, там всегда есть свидетельства. Вот что-то так люди не то написали, всегда можно поднять вопрос. А может быть, нам расстаться с этим участником сообщества. С чатом в мессенджере посложнее бывает. Но, тем не менее, тоже удобно. Есть пара правил, которые могут помочь снизить нагрузку на себя информационную, и в то же время пользоваться этими вещами. Я скажу о них. И еще пару вещей, о которых я хотел сказать из опыта коллег. Я знаю рабочие группы учителей, которые просто договариваются, например, в социальных сетях о том, что, например, в воскресенье в 11 утра они соберутся в Zoom со всеми желающими для того, чтобы обсудить вот такие-то вопросы за чашкой кофе. То есть люди просто реально наливают себе кофе, выходят в Zoom и общаются полчаса или час, столько времени, сколько у них есть, для того, чтобы обсудить какие-то моменты. И это очень удобно, потому что это лучше, чем делать офлайн. Не каждый готов куда-то в кафе отправляться, с не очень знакомыми людьми общаться. А в Zoom вполне удобно. Поэтому, коллеги, можно подумать о таких форматах. Ну и также есть интересный проект «Учителя обучают учителей». В этом проекте учителя делают так. Такой проект существует по английскому языку, но вполне можно его проводить и по другим предметам, естественно, тоже. Когда берут учебник высокого уровня. Это не школьный учебник. Это учебник, который можно использовать для подготовки к Олимпиадам, для подготовки, например, для углубленного обучения. И готовят по очереди, составляют график, встречаются раз в неделю. И просто коллеги разбирают, какой урок кто из них проведет. То есть они имитируют реальный урок, берут и проводят так, как они провели бы, с теми же объяснениями и прочими. То есть, по сути, это получается серия открытых уроков, где сами учителя выступают и говорят, что это оказывается неожиданно интересно, посмотреть на свою работу со стороны. И в то же время делятся своими наработками. Поэтому такой проект тоже вполне можно создать и пробовать разного рода учебники, учебные пособия, которые могут пригодиться для каких-то неординарных случаев. И таким образом подсматривать педагогические приемы. Я не зря говорил о том, что вот такое профессиональное общение мы с вами можем организовать сами. Потому что и группу в электронной почте создать и сообщить коллегам. Сейчас очень много разного рода групп в социальных сетях, где можно сказать, коллеги, вступайте, кто хочет, давайте попробуем. Попробуем, получилось хорошо, не получилось, но и ничего страшного, можно попробовать другой формат. Здесь главное обратить внимание на то, какие цели ставятся перед таким общением. Одна из главных целей и наиболее частотных – это, конечно же, обмен ссылками на полезные ресурсы. И это уже очень достойная вещь. Когда человек сам попробовал, он не ищет специальный ресурс, но он готов поделиться. Например, есть замечательный сайт, на котором можно приготовить карточки, с которым можно работать с учениками. А вот тут я хорошие распечатки нашел. А вот здесь интерактивные контрольные работы, которые можно бы использовать для того-то и для того-то. А вот здесь видеоролик замечательный. Что проще сделать, чем скопировать ссылку, написать, что это такое, и отправить. По электронной ли почте, в чат ли в мессенджере отправить, в социальной сети поделиться. Но зато получается очень ценно, потому что вы получаете проверенные ресурсы, которые показались интересными коллегами, а не потому, что кто-нибудь их рекламирует. Я, например, как-то коллегам отправил тренировочное задание для подготовки к ВПР из SkySmart, потому что там был очень интересный текст для аудирования. Мне потом коллеги спасибо говорили, потому что кто-то сказал, написал, говорит, вы знаете, как раз на эту тему что-то искала. А оказалось, все было под рукой. Вот как мне в голову не пришло заглянуть вот в эту разработку, я, говорит, только в обычной рабочей тетради смотрела. Еще одна цель общения – это обмен опытом о сложных или конфликтных ситуациях. Нередко, например, на форумах люди задают вопросы, а имеет ли право администрация, а обязан ли я как учитель, а должен ли я, например, там такой-то мониторинг с родителями проводить, или меня могут только попросить об этом, а заставить не могут, обязать не могут и так далее. И коллеги обмениваются опытом. Кто-то говорит, вот я с юристом советовался, нет, не должны. Кто-то говорит, вы знаете, вот я решил с администрацией не спорить, я вот так сделал, оказалось, что очень даже нормально. То есть самые разные варианты, можно получать советы по решению конкретных задач. Ну и, конечно же, как мы с вами говорили, можно получать психологическую поддержку. Потому что даже просто понимать, что эта проблема не уникальна, что такие проблемы есть у других коллег, и они их либо пытаются решить, либо просто увидеть, что в данном виде проблемы решения не имеют, и надо просто спокойно ее воспринять, и либо ее не решать вовсе, либо решить так, как требуется, один раз или кто-то готовым решением поделится. Это уже очень важно. Ну и, конечно же, можно делиться достижением. Я одно время удивлялся. В одной профессиональной группе в Фейсбуке, там в основном иностранцы, и очень много из восточных стран, и там люди очень любят делиться сертификатами. Вот они где-то выступили, размещают сертификат, и начинают… И остальные пишут, ой, какой вы молодец, как здорово, как хорошо, что вы там выступили. Даже про самые-самые простые вещи. Я сначала никак не мог понять, ну вот какой смысл, сертификат у нас у всех те или иные есть. А потом я вдруг понял, ведь действительно очень важно, когда то, что вы сделали, другие люди признают важность этого. Это вот та самая проблема профессионального горания, о которой мы говорили. Поэтому и просто поделиться достижением тоже можно. Давайте я вернусь на шаг назад еще раз для того, чтобы напомнить, каким образом можно делать такие вещи. Посмотрите, пожалуйста, профессиональное общение можно делать на форуме, на уже существующем для учителей. Это самый удобный вариант, вам не надо ничего создавать, все уже есть. Можно найти группу в соцсетях, либо создать свою. И это дело медленное, но зато удобное. Можно создать группу в электронной почте. Тут вы будете максимально независимы ни от кого. Вы создали группу, и вы в ней создаете такую атмосферу, как вам удобно. Можно создать чат в мессенджере, можно попробовать формат онлайн-встреч, воскресный кофе. Кстати, коллеги, если кто-нибудь хочет, я думаю, что можно подумать над тем, чтобы что-то организовать. Я, например, для учителей английского языка мог что-то попробовать такого рода организовать и провести. Вдруг понравится, будет интересно. Ну и, наконец, проекты учителя обучают учителей. На что стоит обратить внимание, чтобы это было удобно? Конечно, нам удобно то, что мы сможем выйти за рамки привычного общения не только в нашей школе общаться, но и с коллегами из других школ, увидеть проблемы собственные, но с новой стороны, найти единомышленников, поделиться информацией и почувствовать, наконец, ценность своих знаний и опыта. Но, коллеги, вот подводные камни, на которые надо обратить внимание. Очень важно. Я сам знаю про форумы, неплохо знаком с ним, потому что форум EnglishTeachers.ru. Я стоял у его истоков почти 10 лет назад. И вот те самые шаги и опыт, который пришлось сделать, опыт, которого пришлось набраться, я сейчас и хотел бы поделиться. Очень важно, чтобы были четкие правила. Например, я бы выделил такие правила, что общение должно происходить в атмосфере взаимоуважения. Это важный момент, потому что, вы знаете, бывает, люди пришли разодраженные, усталые, и они выплескивают свое эмоциональное состояние, а выплескивать не очень хорошо было бы. Следующее правило, что не должно быть критики без аргументации. Что я здесь имею в виду? Бессмысленно писать, но это совершенно неполезно, писать, ой, какой плохой учебник, там ничего не хватает. А такого очень часто можно прочитать. Я вот сегодня с утра читал статью про ЕГЭ. Сколько там громких слов в комментариях было к этой статье, а фактов никаких. Только пишут, что вот это там разрушает. Кто-то пишет, нет, это не разрушает ничего. Кто-то говорит, чему учит ЕГЭ. Кто-то говорит, простите, но задача контроля контролировать, а учить это другое немножечко. Вот, то есть, поэтому очень важно такое правило ввести. Если мы что-то критикуем, надо быть максимально конкретным. Не говорить, что в этом учебнике мало информации, а говорить, в этой теме, в таком-то уроке, мне информации не хватает. Почему это важно? Потому что найдутся обязательно коллеги, которые скажут. Либо они скажут, да, действительно, информации не хватает, либо кто-то скажет, а вы знаете, а я вот так делаю, вот я сейчас поделюсь, я сделал разработку, пожалуйста, и вы решаете эту проблему. Если у нас возникают спорные вопросы, очень важно ввести правило, чтобы свое мнение подтверждалось источниками, ссылками на какие-то факты, ссылками на какие-то известные моменты. И очень важно, что основой авторитета должна быть польза тех советов, которые человек дает, а не возраст и недолжность их автора. Я честно скажу, я знаю некоторых людей с учеными степенями, которые не очень большой вклад в науку внесли, а есть те, которые внесли, и не у всех есть ученые степени. То есть здесь все очень зависит от активности. Важно, чтобы было указано, кто модератор, как к нему обратиться, и должен быть дежурный модератор, который сразу исправил бы ситуацию, если что-то нарушается. Но если чат и мессенджер, то договориться, когда заглушаем звук, чтобы никому не помешать, или какое-то время молчания, чтобы не побеспокоить людей среди ночи, потому что у нас у всех разные часовые пояса. Ну и когда вступаем в группу в соцсетях, то может пригодиться анкета, которая просто обратит внимание нового участника на правила. То есть попросить его познакомиться с правилами и принять. Есть ряд полезных каналов, коллеги. Я уже заканчиваю. У нас есть пара вопросов, я на них сейчас отвечу. Но посмотрите, пожалуйста, давайте я вам скажу, как получить презентацию. Я сейчас дам свой адрес. А если можно, напишите в чате, какие каналы или сообщества вы порекомендовали своим коллегам. Прямо напишите, например, название, предмет или тематику. И какой способ профессионального общения для вас наиболее удобен. Итак, сейчас на экране мой адрес электронной почты. Там имя, нижнее подчеркивание, фамилия. И я вам с удовольствием пришлю презентацию. Я готов ответить на вопросы. Алексей Васильевич, спасибо огромное. Очень интересно. Куча комментариев и откликов от преподавателей. Есть те, кто прямо очень активно реагирует на все ваши идеи. И вопрос следующий. Вероника Шевченко говорит, когда вот еще в воскресенье какой-то зум устраивать, когда времени нет. И в связи с этим вопрос. А какие из перечисленных механик и идей лично вы используете в своей деятельности? Коллеги, сейчас расскажу очень быстро. Я участник нескольких форумов. С удовольствием читаю, когда могу. Комментирую. Комментирую гораздо реже, потому что не хочется пустые комментарии оставлять. Думаешь, если уж комментировать, то все-таки что-то дельное сказать. Я в Фейсбуке довольно активно во множестве сообществ участвую и в профессиональных группах, там и посвященных высшему образованию, школьному и так далее, и так далее. Что еще? В чем я еще участвую? Я пробовал поучаствовать в формате воскресный кофе. Действительно, не всегда есть время, но там большая текучка. Там не приходит много людей, приходят вот те, кому удобно. Как правило, делается так. Договариваются заранее, говорят, а давайте встретимся, например, в следующее воскресенье. Это не каждое воскресенье, это один-два раза в месяц получается. Люди выбирают, когда они могут. Чаще всего это вот какое-то время, например, там 11 утра, когда утренние дела уже сделали, и в то же время к дневным еще не перешли. И встречаются. Но каждый раз приходит немножко разная компания. Есть те, кто всегда ходит, есть те, кто не всегда, но время, в общем-то, при желании найти можно, если эта тема достаточно интересна. Очень хотел бы попробовать в группе «Учителя обучают учителей» поучаствовать. Ну, просто времени на это нет. Вот у меня с этим. Гораздо сложнее. Вот. Ну, надеюсь, что это отвечает на вопрос. Да, согласна. Это, знаете, как со спортом. Нужно начать, да, чтобы понять, насколько это полезно и действует, наверное. Алексей Васильевич, спасибо огромное за ваше выступление. Я думаю, что все равно для преподавателей это множество идей. Я думаю, что нужно точно этим воспользоваться. Спасибо. И тогда мы переходим к следующему спикеру. Я хотела бы еще сказать, что обязательно расскажу, как вы получите в конце сертификаты за участие в нашей конференции. Запуститесь терпением. Все детально покажу, как будут выглядеть сертификаты, как вы его получите. Поэтому переходим к следующему спикеру. Спикер номер два – это Карина Артуровна Хачатурян. Очень интересный преподаватель. Карина – это учитель частных школ как в России, так и за рубежом. Но мне показалось интересным не только опыт как преподавателя, а именно как дизайнера образовательного опыта. Сейчас мы часто слышим про педдизайн. Для многих это еще непонятная профессия. Педдизайнер – кто это, чем он занимается. И мне кажется, Карина Артуровна тоже поделится, все-таки расскажет немножко про то, чем занимается в своей профессиональной деятельности. А тема выступления такая, так и называется «Учить нельзя учиться». Где ставить запятую, да, мы сейчас разберемся. Поговорим про старт карьеры, про выгорание и про поиск вдохновения. Я думаю, что для молодых педагогов этот вопрос очень сильно актуален. Ну и всем остальным тоже будет полезно. Спасибо, Карина, даю вам слово. Да, здравствуйте. Все правильно Мария сказала. Я действительно преподавала в частных школах и в России, и не в России. И сейчас я педагогический дизайнер в геймстудии SkySmart. И мы делаем игры с геймдизайнерами, с разработчиками. Я слежу за тем, чтобы они были образовательными, да, чтобы они обучали чему-то полезному, да, в школьной программе или каким-то методом, предметным навыкам. В общем, всему всякому разному. Еще чуть-чуть так про себя расскажу. Про частные школы. Я сейчас не работаю ни в какой школе. Раньше работала в Петербурге в частной школе и работала в частной школе в Грузии. Там преподавала физику и чуть-чуть математику. Периодически было и такое. И, соответственно, еще там из-за рубежного какого-то опыта в Армении есть потрясающий образовательный центр для дошкольников. Я там обучала преподавателей. И, в общем, обучением преподавателей тоже занималась очень долгое время. Когда-то руководила наставниками преподавателей в Юниум. И занималась тем, чтобы... Следила за тем, чтобы преподаватели обучали качественно. Учила учить преподавателей. Вот так. Примерно так это было. Собственно, вот про себя я вам немножечко рассказала. Приходим к теме. Действительно, да, учить нельзя учиться. Где же запятую-то все-таки там поставить? Интересный вопрос. Потому что, казалось бы, да, вроде как бы учишь. А тоже самому надо чего-то учиться. А времени нет. И, в общем, где же найти ресурс, где найти материалы, инструменты и так далее. И сегодня мы поговорим про обучение на старте карьеры. То есть, да, когда ты в самом начале своего пути только стал учителем. Что тебе самым первым делом нужно прочитать, чтобы уже как-то, ну, пропитаться этим духом образования. И, в общем, начать чего-то делать очень удивительное. Про выгорание тоже сегодня поговорим. Но мы поговорим про последствия, что делать, когда ты вот уже выгорел, какими-то путями с выгоранием справился. И как бы надо что-то дальше, с чего-то начинать, выходить из него. Потому что я не специалист по тому, как справляться с выгоранием. Я вам вряд ли подскажу какие-то инструменты именно по тому, как справляться с выгоранием. Но как из него выйти, точно расскажу. Поговорим про опытных преподавателей, когда ты уже, кажется, да всё я уже знаю, всё я уже умею. Такой я талантливый, такой я распрекрасный. Что же мне изучать-то теперь? Есть что изучать. Поль непаханная. Мы тоже обсудим, где можно искать информацию, где можно учиться, чтобы не было скучно. И про высшее образование. Если вам очень сильно хочется получить высшее образование, расскажу про какие-то места, где можно его получить, которым я доверяю, которым можно действительно не просто потратить время пустую, а провести его с пользой и диплом ещё за это получить. В общем, про эти четыре основных пункта мы сегодня поговорим. И я изобразила весь этот процесс графиком. Это график зависимости состояния преподавателя, какого-то его внутреннего ощущения, его мотивации, его знания от времени. Наверное, скорее всего, мотивации, состояния. В общем, как себя ощущает преподаватель в целом? Как у него там? Хорошо всё или не очень? Непонятная единица измерения у этого параметра, но вторая единица измерения точно величина. Время единицы измерения, не знаю, месяца, как хотите. И мы, значит, начинаем в самом начале. У нас резкий скачок, в общем, вдохновение. Я стал учителем, сейчас я как возьму да переверну всё образование. И что мне для этого нужно сделать, что мне нужно изучить, чтобы действительно это образование перевернуть и сделать всё очень здорово. Мой любимый портал, который сейчас, к сожалению, закрыт. Ну, они, да, везде пишут на всех своих ресурсах, что они уже не работают. Но у них потрясающая уже база, которую они не удаляют, в которую можно порыться. Собственно, это портал с очень большим количеством инструментов для преподавателей. То есть там разные статьи про… Ну, они не только для преподавателей, они для родителей, для детей, но для преподавателей там есть действительно что-то очень прикладное. То есть там пять инструментов, как провести урок физики креативно, что нужно преподавать для английского языка для повышения мотивации. Ну, в общем, там очень прикладные штуки есть. Если покопаться на этом сайте, то можно очень-очень много чего узнать и накопить себе какую-то, набрать себе какую-то копинку изначально, чтобы, да, пользоваться этим в самом начале всеми сайтами, платформами, да, которые вообще только есть. Там это очень удобно искать. Кстати, да, забыла говориться, что сегодня все там ресурсы, которые я советую, это чисто мое субъективное мнение, то есть это то, что нравится лично мне. Это нигде не высечено на камне, не написано, что где-то вот обязательно нужно вот это вот изучить, чтобы быть крутым учителем. Не обязательно это, можно что-то другое, но просто я вам, да, рассказываю про какой-то свой тоже, в том числе, путь, и про то, что меня научило, многому вдохновило. Ссылки все будут на последнем слайде, так что не переживайте, что вы что-то не успеете записать. Следующий портал – это Мел. Он всем известен, скорее всего. Он более про психологию. Там очень редко есть какие-то инструменты конкретные, они больше про то, как взаимодействовать с детьми, и как с ними разговаривать, как к ним относиться, относиться, спойлер, как ко всем людям. В общем, он такой больше абстрактный, больше про сложности перевода, так сказать, между учеником и учителем, ну и, соответственно, между родителем и учеником. Там для детей тоже есть статьи, то есть он тоже очень разносторонний портал. Перейдем к книжкам. Книжки. Сейчас у меня заглючила презентация, она мне не ставится. О, все. Произошло. Мастерство учителя. Первая книжка, которую все должны, мне кажется, прочитать в самом начале, там действительно методики. То есть ты открываешь книжку Дугулемова, мастерство учителя, на любой странице, читаешь любую методику, и ты можешь идти и применять ее уже на практике. Прямо сразу, без всяких переработок. Есть, конечно, спорные моменты, но они спорными становятся, когда ты уже там сильно дальше по этому графику продвинулся. То есть в начале, когда ты сам, ну, в начале своего карьерного пути, ты читаешь эту книжку, и она, в принципе, звучит адекватно, и креативно, все супер. Берешь методику, идешь, используешь. Потом уже начинаешь в некоторых моментах сомневаться, но, опять же, это очень, опять же, не на камне высечено. То есть такие сомнения, критическое мышление всем нам полезно, присуще, и, в общем, здорово, если оно есть. Вместе с этим почитать очень советую, даже если вы... Я ее, как бы, читала два раза, да, в самом начале, когда я только стала работать учителем, и уже вот там пару лет проработав, я прочитала ее еще раз, и, правда, совершенно разные ощущения советую в обоих случаях. В первом случае узнать очень много чего нового, во втором случае это про то, чтобы какие-то, да, вещи узнать, какие-то вещи отрицать напрочь, какие-то поставить под сомнение. В общем, тоже важно и на этом. Следующая моя любовь – это финская система обучения Уокера. Финляндия входит, занимала первое место несколько лет подряд в тесте ПИСа по математике, международный тест. Очень хорошие результаты у финских школьников. И эта книжка, она мне была полезна, когда я стала работать в школе, потому что в школе ты же, ну, не можешь, да, какие-то, ну, перевернуть систему образования, в общем, и сказать, ребят, мы так не делаем. У тебя есть стандарты, у тебя есть какие-то вгосы, в общем, все что угодно. И вот эта книжка действительно помогает, помогает встраивать какие-то интересные вещи в процесс обучения по вгосам, по школьной реальности, да. Ты открываешь, и там рассказывается, как проводится индивидуальная работа с детьми, когда они сидят все в классе, все вот 30 человек, и, в общем, что-то делают. Рассказывается там про перемены, как взаимодействовать между собой в классе. То есть это прям действительно очень многие вещи можно встроить, не меняя программу и не меняя систему как таковую. Она очень полезна именно для школ. В онлайн-обучении я мало что оттуда внедрила, но, тем не менее, полезно почитать, очень вдохновляет, на самом деле. И последняя, моя самая главная любовь, это «Долой средняя» Роуза. Опять не перешелкивается. О, перешелкивалась. «Долой средняя» книжка, которую я, на самом деле, прочитала не в начале, далеко не в начале карьеры. То есть я прочитала ее лет через... Ну, год через два, наверное, до три. И там интересная концепция про то, что не бывает одинаковых людей. И считать среднеаритметическое и по нему разрабатывать программу, учить класс, группу, да, это неправильно. И приводится потрясающий пример, который засел у меня в самом сердечке, поэтому я теперь ее переместила в самое начало этого графика, чтобы в самом начале у всех это пришло, и все вдохновлялись, да, именно этой историей. История потрясающая про то, как была Вьетнамская война. И в Америке конструировали самолеты. И при конструировании этих самолетов взяли 100 пилотов, выстрелили их в ряд. Чтобы сделать кабину пилота, померили их мерки, да, у кого какой рост, шеи на плечи, в общем, все вот это, померили, сняли мерки с пилотов и высчитали среднеаритметическое рост, среднеаритметическое шеи на плечи и сконструировали кабину. В итоге самолеты разбивались, очень долго не могли понять, почему, потому что пилоты профессиональные, самолеты хорошие, что не так. И в итоге выдвинулась гипотеза, и она оправдалась, что никому из пилотов неудобно в этом среднем кресле, неудобно им в этой кабине, они не дотягиваются до чего-то, им некомфортно. Из-за этого происходят всякие разные аварии. Из-за этого мы делаем вывод, что среднее — это плохо, потому что каждый человек уникален, и каждого нужно учить по-своему, да, и для него разрабатывать все по-своему, в общем, и учить по-своему. И там описывается, как это можно сделать, как сделать так, как для него разработать какую-то индивидуальную систему изучения, как индивидуализировать вообще образование в целом. Дальше мы идем в этап, когда мы все скатываемся, да, вот тут где-то происходит выгорание, и как из него выбираться, после того, как ты вроде такой, ладно, я готов теперь работать, у меня вроде есть чуть-чуть сил, но где мне вдохновиться, чтобы, собственно, эти силы как-то в нужное русло направить. Есть, я сейчас расскажу про трех спикеров, которые меня лично вдохновляли на этом этапе и вдохновляют сейчас. Первый из них – это Михаил Казиник. Это просто гигантская моя любовь. Этот человек, он музыкант, скрипач, и он… У него есть потрясающее выступление на TED-е, где он рассказывает про обучение, про то, как… Ну, самое такое у него знаковое – это школа «Умерла, да здравствуй, новая школа», там он рассказывает, как нужно строить взаимодействие между предметами, как музыка, возможно, без математики, как там искусство, да, изучают без геометрии. В общем, все вот эти взаимосвязи он выстраивает, и это безумно вдохновляет. Ты смотришь и такой, боже ж ты мой, как гениально, как потрясающе. Вроде просто, но так воодушевляюще и круто, что ты просто уже сидишь и смотришь, ты вечером, и такой, побыстрее бы рабочий день пойти бы что-нибудь сделать. Это вот такой человек, его я очень советую, тоже в конце он будет в перечне, не забудете. Дим Зицер, Дим Зицер, директор школы Апельсин в Петербурге. Дима очень своеобразный человек, не всем он понятен, не всем, не все разделяют его какие-то, наверное, точки зрения, но у него есть очень крутые мысли на тему именно вот взаимодействия с детьми, да, как выстраивать с ними коммуникацию, как их понимать лучше, и, в общем, там про то, про то, что нужно разговаривать очень много, вот такие вещи, и есть у него прекрасная лекция тоже на теде «Свобода от воспитания», в которой он рассказывает, почему детей вообще собственно нельзя воспитывать, почему воспитание на самом деле это наблюдение скорее, нежели чем какие-то нравоучения, инструкции и так далее. И это очень круто, и очень важно понимать, что даже несмотря на то, что ты учитель и непосредственно не взаимодействуешь с воспитанием ребенка напрямую, да, потому что есть родители, тем не менее, это полезно знать. И Дим Быков, человек, который читает потрясающие лекции по литературе, и нужно просто послушать эти лекции, чтобы вдохновиться и понять «я хочу так же», потому что у него нет форм работы, у него нет каких-то инструментов на занятия, он просто рассказывает, читает лекции, и он делает это так, что ты действительно удивляешься тому, что это возможно вообще в целом, так интересно про что-то рассказывать. И очень советую просто послушать его лекции, чтобы как-то вдохновиться и стремиться делать так же. Даже когда ты уже такой вырос и думаешь «так, а чего же, я же уже очень много чего знаю, очень чего много умею, что же мне еще поизучать?» Есть телеграм-каналы, они больше как будто бы для методистов, но очень советую начать изучать материалы для методистов, потому что дизайн образовательного опыта, педагогический дизайн, это про конструирование курсов, и для учителя это тоже очень полезно. То есть у меня, когда я уже работала в школах, был опыт работы методистом, и мне это безумно помогало строить занятия, строить курс, потому что понимаешь, как работает динамика, как работает все. Есть телеграм-канал Жень Рощупкиной «Элекс Ноутс», где каждую неделю есть очень полезная рубрика, когда Женя вкидывает туда список мероприятий на ближайшую неделю для людей, которые делают образование. Там очень часто есть очень много полезного для учителей. Недавно я, например, была на лекции про игры и квесты в онлайн-обучении. Она полезна для учителей, даже, наверное, не меньше, не чуть, чем для методистов. Следующее, какой канал я хочу посоветовать, это «Образование 4.0» от «Скиллбокс Медиа». Там тоже очень много полезных материалов. Они в основном публикуют статьи и, в общем, их интересно почитать. «Тренд образования» тоже телеграм-канал, в котором очень много разных интересных новостей, интересных мыслей про образование в целом. То есть, это действительно такие вещи, которые по пазлинкам собирают твою картину мира и твое вообще профессиональное видение. И про высшее образование, когда ты уже уперся вроде в потолок, либо просто тебе нужно его получить. Первое место — это в Петербурге находится Санкт-Петербургский государственный университет. Есть Смольный, это факультет свободных искусств, наук и искусств и наук ВСБГУ. Там есть специальность про педагогику, джиниус, педагог для талантливых детей и педагог в информ... Я не помню, как в мире информация, что-то, короче, про то, что у нас технологий сейчас очень много, короче, как с этим взаимодействовать педагогу. Не помню, как называется специальность. В общем, это очень такой экспериментальный факультет в целом, то есть там очень много разных специальностей, не только по педагогике. У меня только один человек учился на знакомой, учился на такой специальности, ему было здорово. Больше ничего не знаю, знаю только по описанию, но звучит очень, очень креативно, очень круто, очень современно, поэтому можно, в принципе, пробоваться туда. Еще из того, что есть по высшему образованию, это среда обучения, они сотрудничают с Московским институтом психоанализа, и у них есть всякие разные программы по психологии. Собственно, там я училась сама один семестр, но у нас закрыли специальности, потому что у нас было мало, училась я там на детскую психологию, там хорошо, ну то есть просто классическое образование, лекции, тесты и так далее, в общем, но хорошо. и учитель для России, если вы совсем такие смелые, умелые, ехать куда-нибудь в деревню, проходить отбор, ехать в какое-нибудь село и преподавать в школе, это профпереподготовка, в высшей школе экономики есть аналогичная специальность, но в общем-то можно уехать, можно уезжать, в общем, как как и захочется, вот. У меня все, ссылки сейчас должны, вот они, и на вопросы, возможно, успею ответить, если они есть. Маша? Да, да, Карина, спасибо огромное, на самом деле, я тоже подчеркнула для себя несколько книг, мне казалось, что я уже там где-то повыше, но мне понравилась идея про книгу «Толой средняя», вот, очень интересно, я обязательно ее прочту. Дорогие преподаватели, если есть какие-то вопросы, пишите, но вот у нас есть активная преподавательница Вероника Шевченко, которая также интересуется именно какими методиками из того, что вы перечислили, вы пользуетесь своей деятельностью, в работе, которые для вас кажутся ценными, поделитесь, пожалуйста. Ну, наверное, из финской системы обучения я очень хорошо запомнила мысль, которая, казалось бы, очевидная, но неочевидная. Это про музыку на уроках. Я постоянно ставила детям музыку, просто принято в российских школах государственных, что ты никакой музыки, ничего такого на уроках нельзя. На самом деле, очень хорошо процесс продвигает вперед. То есть, это прям здорово. Оттуда же про взаимодействие детей. Очень люблю брать старших и младших, как-то их комбинировать в общем как-то с ними, ну, выстраивать между ними взаимодействие между старшими и младшими, это тоже интересно. Мастерские учителя, если честно, я уже не вспомню, какие, потому что они реально у меня так все смешались, я, мне кажется, пользовалась реально всем всегда. Единственное, у меня есть воспоминания по поводу одной методики, которая мне сомнительна, но, возможно, вам она понравится, про то, что когда ты в общем восстанавливаешь какие-то триггерные слова для учеников, чтобы не каждый раз не тратиться на замечания, то есть, если, например, ребенок, дети разговаривают на занятии, то можно взять кодовое слово «звук», если они собственно разговаривают не по делу, говорить слово «звук» или наоборот, если они тихо разговаривают, чтобы они тихо отвечают ученик, сказать слово «звук», он говорил громче, в общем, как вы условитесь, и впоследствии вы единственным этим кодовым словом обозначаете что-либо, чтобы не тратить «говори погромче, пожалуйста», звук. Многим нравится, я на самом деле очень скептически отношусь к этой методике, мне она кажется, что как будто бы выдрессировали детей, но, опять же, как вам угодно. Ну, такие первые, что пришло в голову, так очень многим, чем из Лемова пользующих. Я поняла, да, тут в презентации я вижу очень много ссылок на все озвученные книги и инструменты, и на источники, спасибо огромное. И также, Карина, еще вопрос от Марии Лебедевой, вот, дают ли там, где вы советуете дипломы государственного образца? Вот да, как раз-таки последние три, то есть в Смольном это КОС-университет, среда обучения, она сотрудничает с Московским институтом психоанализа, это тоже у них диплом государственного образца, это магистратура, насколько они, бакалавриат там тоже есть. В общем, да, там гособразие, учитель для России, это профпереподготовка, но она государственного образца. И, соответственно, Высшая школа экономики, в которой есть аналогичное учитель для России программа «Только не надо никуда ехать», там тоже профпереподготовка гособразца диплом, да, все это гособразец специально подбирала, чтобы можно было получить и радоваться жизни. Отлично, хорошо, спасибо большое, Карина. Тогда мы переходим к следующему блоку. Напомню, что мы поговорили с вами про профессиональный рост, профилактику профессионального выгорания. И переходим ко второму блоку, я думаю, что он также интересен, это личность учителя и work-life balance, вот этот баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью, который важно соблюдать, мы сейчас и поговорим. Следующий спикер это Лидия Юрьевна Харькова, она является финалистом городского конкурса «Учитель года», победитель конкурса педагогической эссе, и Лидия Юрьевна расскажет нам про баланс между работой и личной жизнью педагога, что же такое work-life balance, какие инструменты Лидия Юрьевна использует в своей профессиональной деятельности. Лидия, вам слово, рада вас видеть. Взаимно, тоже, Мария, рада вас видеть. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые родители. Мы сегодня будем говорить о балансе между работой и личной жизнью педагога. Если у вас появятся вопросы, вы их можете спокойно задать, я постараюсь на них ответить. Действительно, я являюсь учителем русского языка и литературы, много уже лет учителем высшей коллекционной категории. Сейчас работаю автором-методистом интерактивной рабочей тетради мобильного помощника SkySmart. Являюсь одним из авторов методических рекомендаций к учебнику «Русский язык родной», автором энциклопедии для дошкольников и детей младшего школьного возраста путешествий в мир литературы. Поэтому предлагаю вам как раз на эту тему и поговорить. Мы остановимся в первую очередь на том, что же это за понятие Work-Life Balance, как оно совмещается с работой учителя и какие инструменты предлагает SkySmart для того, чтобы мы могли с вами этот баланс найти. Вообще, сам термин появился достаточно давно, еще в 20 веке на рубеже 70-х и 80-х годов и переводится очень по-разному, но самое распространенное это баланс между работой и личной жизнью. Существует множество моделей, рассматривающих и определяющих этот баланс. На мой взгляд, самое выпуклое это следующие представленные на экране. Это баланс между временем, которое мы тратим на рабочую или личную жизнь, это баланс психологической вовлеченности в каждую из этих ролей и баланс удовлетворенности от рабочей и личной жизни. Если мы с вами будем говорить, есть ли у нас с вами баланс в личной жизни или его нет, то, наверное, в первую очередь мы должны ответить на вопрос, если нас что-то раздражает, если нас что-то беспокоит, наверное, это первый звоночек к тому, чтобы задуматься. Вообще, надо сказать, что поколение например, 40-х, 50-х годов, рожденных во время Второй мировой войны и сразу после, всегда однозначно делало выбор в пользу работы. Для них всегда было важно иметь устойчивый доход и постоянную работу. Первое поколение, которое задумалось о том, что между этими двумя понятиями должен быть определенный баланс, это было поколение 60-х, 80-х годов. При этом появились люди, которые однозначно делали выбор в пользу саморазвития, творчества, а не в сторону построения такой формальной карьеры с устойчивым постоянным доходом. Например, можно вспомнить Ленинградский рок-клуб, музыканты которого работали официально кто в качегарке, кто дворником, но при этом уделяли достаточное время саморазвитию, своему творчеству, самореализации. К 2025 году самым постребованным поколением на рынке труда будет поколение, рожденное на рубеже 20-го и 21-х веков. Они будут составлять 75% всего рынка труда. Надо сказать, что это поколение совершенно иначе относится к работе. Они часто говорят о том, что мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. И как раз это поколение наиболее требовательно к соблюдению вот этого баланса между личной жизнью и работой. Без соблюдения этого баланса человек вряд ли может быть счастлив. Вообще разные мыслители, разные писатели, да и разные люди ищут свой ответ на этот вопрос. Мне симпатичен ответ Фёдора Михайловича Достоевского, когда его спросили о том, что такое счастье. Он сказал, счастье не в самом счастье, а в процессе его достижения. Но, тем не менее, различные организации проводят исследования, кто является на Земле самым счастливым. В частности, организации Объединённых Наций проводят с 2012 года такое исследование. И если мы понаблюдаем данные, которые представлены там в таблице, то, может быть, мы даже удивимся. Потому что среди стран, которые стабильно занимают лидирующие позиции, мы не найдём стран с замечательным климатом, с жарким солнцем, с тёплым морем. Мы не найдём стран, где очень высокий душевой доход населения. Мы не найдём стран самых развитых в промышленном отношении. Мы найдём страны, в которых люди смогли найти вот этот баланс между всеми составляющими своей жизни. Вообще, существуют самые разные методики по определению того, есть баланс в жизни человека или нет баланса в жизни человека. Я хочу вам предложить посмотреть на экран. Это одна из методик. Придумал её коуч, то есть учитель Пол Мейер. Называется оно «Колесо баланса жизни». Колесо, потому что оно представлено в виде круга. Он предложил разделить круг на 8 секторов. Вот если мы начнём с вами с 12 и пойдём по часовой стрелке, то он определяет следующие области. Это саморазвитие, это отдых, это здоровье, как психологическое, так и физическое. Это окружение, куда входят наши близкие, наши родственники, наши друзья, наши знакомые. Это любовь, это карьера. Карьера имеется в виду не просто хождение на службу, а именно рост карьерный, какие-то достижения в карьере. Это финансовое удовлетворение от того, что мы делаем и считаем, что нам достаточно за это платят. Это духовное развитие, такое высшее развитие человека. На самом деле, каждый для себя может простроить своё колесо баланса жизни и включить какие-то свои составляющие. Это может быть не 8 частей, а 10, 12, или наоборот, останется только 4 важных именно для вас. Далее он предлагает ну вот такое своеобразное мишень из этого колеса сделать, поделив точно так же на те сектора, которые вам важны, и проставить баллы от нуля до 10. Если вы удовлетворены этой частью своей жизни, вы можете закрасить, например, весь сектор. Если вы в какой-то степени удовлетворены, тогда закрасите вот на сколько баллов вам это удалось. Посмотрите, что у вас получилось. Ну, если у вас все закрашено, значит, вы нашли этот баланс, достигли. Если же у вас где-то какой-то остался пробел, ну, давайте сравним, да, вот с колесом обычным. Если мы так накачаем колесо шины, машины или велосипеда, то мы прекрасно понимаем, что далеко мы на таком колесе в нашей жизни не уедем, да, оно обязательно даст какой-то сбой. А что тогда делать? Вот мы продиагностировали, что делать? А составить график мероприятия, ну, хотя бы на месяц. Что конкретно я буду делать для того, чтобы исправить ту или иную сферу? И попробовать хотя бы в течение месяца четко следовать этому плану. Что можно попробовать исправить? Опять же, существует множество рекомендаций. Я хочу вас познакомить с некоторыми из них. Первое. Научиться ставить границы и четко следовать графику. Но вот если рабочий график у нас, как правило, всегда четко расписан, для учителей это вообще не проблема. За нас расписание все подумало, все придумало, нам бы остальное вместить. То вот, что касается границ нашего с вами педагогической деятельности, то вот здесь большой вопрос. Я сразу хочу сказать, что когда были придуманы разные гаджеты, и которые были внедрены в нашу работу, ну, например, тот же мобильный телефон, как средство связи, то предполагалось, что человек освободится. Но на самом деле мы фактически оказались в рабстве. Что греха таить? Нам могут позвонить и в 7 вечера, и в 9 вечера, а иногда и позднее. Вот научитесь, особенно классные руководители, объясните, пожалуйста, своим родителям о том, что вы должны быть ресурсной личностью, вы должны быть человеком, с которым вашим детям, нашим детям должно быть интересно. А этот человек должен иметь личное пространство и личное время. Должна быть возможность пойти в театр, почитать книгу, посмотреть фильм, встретиться с друзьями, посетить интересную выставку и так далее. То есть найти время для себя, для того, чтобы потом быть интересным в общении человеком для своих же учеников. Поэтому договоритесь, до какого времени вам позвонить могут, а когда, только если что-то случилось экстраординарное. И постарайтесь четко придерживаться для того, чтобы выработалась эта привычка. Кроме этого, психологи говорят, что каждый из нас играет множество ролей. У нас их в школе очень много. Но давайте посмотрим. Мы с вами учителя, которые дают уроки. Раз. Мы с вами организаторы внеурочной деятельности по своему предмету. Это два. Многие из нас с вами являются классными руководителями. Это три. Мы, как правило, дежурные учителя. Это четыре. У нас, как правило, есть какая-то дополнительная нагрузка в школе. Ну, например, руководитель методического объединения и так далее. Это пять. Мы, как правило, с вами являемся педагогами доп. образования. Это уже шесть. И можно перечислять и дальше до бесконечности, но уже шесть, а всего их может быть восемь. А мы еще с вами мамы, а мы еще с вами жены, а мы еще с вами дочери, сестры и так далее. Так вот, нужно научиться четко избрать те роли, которые я могу выполнить и которые мне приятно выполнить, а есть вещи, которые я просто физически уже не могу. Для того, чтобы мы хорошо работали, конечно, нам нужно использовать самые разнообразные навыки своей работы и использовать их постоянно. Мне очень нравится рекомендация по цифрах 4. Делегировать, упрощать, избавляться. На первый взгляд кажется совсем неприменимо к нашей школьной учительской жизни. Но на самом деле, например, у словесников и у математиков есть нелюбимая вещь, многими это проверка тетрадей. Она такая рутинная. Но если мы заглянем с вами в документы, то ведь нигде не прописано, что мы с вами должны каким-то образом проверять тетради. Написано только, указано, что мы раз во столько-то дней или там каждый день должны проверять и выставлять вот такие-то отметки. А вот как мы это делаем? Не прописано ни в одном документе. Делегируйте. Возможно, различным интернет-ресурсам, когда вы будете задавать не в тетради, а на интернет-порталах. Домашние задания будут автоматически проверяться. Вы можете сделать взаимопроверку по эталону, по образцу. Вы можете проверить несколько тетрадей высоко мотивированных детей и дать им проверить остальных и так далее. Упрощать. Надо вообще, если вы человек, конечно, опытный, у вас уже сложилось свое представление о том, как должен идти урок, вместе с тем я хочу вам сказать, что придумано на сегодняшний день очень интересные конструкторы уроков, например, в методике развития критического мышления через чтение письма. Вы, как в конструкторе лего, собираете урок из блоков. Разработаны очень интересные сингапурские обучающие структуры, которые, в принципе, призваны облегчить учительский труд, где тоже есть набор вот этих кубиков, из которых урок собирается, получается интересным, современным, повгостом, но при этом вы на него не тратите столько времени. Ну и избавляться, да, нужно четко все-таки научиться говорить нет, да, то есть вот это я могу делать, а вот эту обязанность я на себя не могу. Вот к этому конкурсу я подготовлю детей, а вот это я уже не повезу, иначе начнутся проблемы. Я вам рекомендую хотя бы раз в полгода все-таки задумываться над своим личным колесом баланса, насколько хорошо оно у вас едет по жизни. На мой взгляд, учителю обязательно нужно найти хобби, это может быть все что угодно, я знаю, что талантливый человек талантлив во всем, и наши педагоги это особенно, кто-то из вас хорошо вышивает, кто-то вяжет, кто-то играет, может быть, в театре, кто-то ходит в хор, кто-то уделяет внимание фитнесу, найдите хобби и выделите обязательно время на него. Вы посмотрите, что ваша жизнь изменится. На самом деле есть дела, которые могут подождать. Я призываю вас беречь свое здоровье. Мы зачастую, даже когда у нас ежегодно проходит профосмотр, мы проходим его формально, а поставьте мне штампик. Я вас уверяю, ничто не стоит так дорого, как наше с вами здоровье. Поэтому, если мы не будем уделять ему внимания, и если мы перестанем совершать подвиги, когда мы с температурой, с насморком, с недомоганием приходим на работу, поверьте, будет лучше от этого и нам, и нашим детям, которым мы в этот момент все равно не додаем. И я призываю вас ограничить время в социальных сетях, которые у нас фактически его воруют. Вообще, надо сказать, что вообще нужно жить по принципу делать то, что любишь, или, если ты этого не можешь сделать, то полюби то, что ты делаешь. Конечно, в школе работать трудно, тяжело, но ведь мы когда-то сделали этот выбор. Я предлагаю каждому из вас простроить, если вы устали, если вы уже на грани думаете уйти или не уйти, простроить вот такой кластер. Он может быть любым другим. Попробуйте найти аргументы, почему школа это хорошо. Во-первых, вот я, мама многодетная и большой оплачиваемый отпуск летом совпадающий с каникулами для детьми для меня это огромный плюс. Дальше. Мне интересно общаться с моими коллегами на профессиональные темы. И у учителей есть вообще уникальная возможность. В каникулярное время нам устраивают педсоветы, нам устраивают вебинары, семинары и другие мероприятия, которые направлены именно на профессиональное развитие. Важно к этому подойти не формально, а действительно решить наши проблемы. И на самом деле это очень хорошо поддерживается, обсуждается большинством администраций школ. Плюс к этому, если мы с вами посмотрим, то у нас есть колоссальная возможность для самообразования и саморазвития, как правило, снова в рабочее время, в каникулярное. Почему я об этом говорю? У нас у единственных, наверное, не знаю, может быть, еще у врачей есть такое, что мы каждые три года обязаны проходить обязательные курсы повышения квалификации. При этом их оплачивает работодатель, как правило, мы их выбираем, у нас есть возможность выбрать, на какие курсы я поеду, какие мне более интересные или пойду на них прослушаю. И, как правило, они все-таки стараются проводить их в каникулярное время для того, чтобы мы могли найти для этого время. Кроме этого, согласитесь, у нас с вами очень нерутина работа, у нас складываются без конца какие-то ситуации, к которым мы вынуждены подходить креативно, творчески, это взаимоотношения с детьми, с родителями, интересная подача урока и так далее. Ну и плюс к этому у нас, мне кажется, самое широкое поле для самореализации. Сегодня ты пишешь сценарий вечера выпускного, завтра ты ставишь спектакль, послезавтра ты ведешь детей в театр и так далее. То есть ты можешь себя попробовать практически в любой области творческой, особенно реализоваться еще и в рамках своей профессии. Ну и вообще плюсов, конечно, много, но когда мы пришли в школу, мы ведь выбирали не потому, что там большой отпуск или большая зарплата, нам нравилось учить детей, нам нравился тот предмет, о котором мы хотели рассказать всему миру. И ведь это же ничего не изменилось, наша профессия по-прежнему социально значима и очень влияет на развитие общества. Поэтому это должно греть нашу душу, что вот мы люди, которые двигают вперед наше будущее. Конечно, сегодня есть масса вызовов, которые очень трудно решать или пройти мимо них. Как же инструменты SkySmart могут нам помочь в решении проблем? Я вот их представила на экране, сейчас поговорим о каждой более подробно. Ну, что греха таить, если мы исключаем школы некоторых регионов, в целом у нас низкая оплата труда, если работать на ставку, и мы вынуждены все работать больше, чем на ставку или искать какую-то подработку. SkySmart вот эту подработку вам может обеспечить. Мы открыты в сотрудничество в качестве дистанционных педагогов и авторов, методистов, разрабатывающих контент для, например, интерактивной смарт-тетради. У нас проходят конкурсы для педагогов с вознаграждением, вот недавно для математиков проходил. И у нас до сих пор, например, висит на сайте такая премиальная акция «Приведи пять учителей», которые будут работать в нашей системе, бесплатной системе, в общем-то, и получи 2000 рублей. У нас есть постоянная необходимость повышать квалификацию. Мы, как Алиса, вынуждены все время бежать для того, чтобы хотя бы остаться на месте. У SkySmart есть замечательная возможность, он предлагает вебинары, которые доступны в любое время на нашем сайте, и вы можете войти, посмотреть, выбрать то, что вам интересно. А у нас очень большая занятость и очень интенсивная нагрузка. о конструкторе я вам уже сказала, а вообще у нас есть очень интересные продукты, они очень разнообразные. Например, для словесников у нас с одной стороны есть домашние задания интерактивные, у нас есть еще карточки диагностические, которые вы можете использовать как на уроке, так и во внеурочное время. У нас есть, например, подготовка к ВПР и похожие варианты на всероссийскую контрольную работу. И у нас появился очень интересный продукт, как подготовка к исследованию ПИЗа. Очень интересный, я бы сказала, уникальный продукт, который поможет вам пощупать силы своих детей в этом вопросе. У нашу голову с вами все время сваливаются незапланированные мероприятия. То одно, то другое, то третье, для которых нужно готовить материал. Загляните к нам на платформу, посмотрите, вот сейчас, например, у нас идет и современные профессии, и марафон Победы продолжается. То есть в любом случае вы можете взять оттуда что-то для подготовки своего мероприятия и закрыть этот вопрос. К сожалению, да, у нас бывают немотивированные учащиеся. Это другое поколение. Они не только любят, чтобы это было красочно, ярко, чего нам зачастую не хватает в учебниках и на уроках. Они еще любят, чтобы это было интерактивно, чтобы этим можно было пользоваться. И опять же, такие задания есть в наших пособиях. Да, у них, мы всегда стараемся очень ярко оформить наше задание, да, и так, чтобы с ними можно было взаимодействовать для того, чтобы ребенок вот реализовал, заинтересовал. И такое задание можно использовать как в начале урока, так для мотивации, да, настройки на урок, в качестве рефлексии, а может быть в какой-то часть урока, например, на 17-й минуте, да, потому что мы знаем, что к 18-й минуте внимание детей ослабевает. То есть зайдите, посмотрите, выберите задания, которые будут мотивировать ваших детей. Плюс к этому у нас есть дети, которым, к сожалению, а может быть и к счастью, нужен другой темп усвоения материала. Мы работаем в общеобразовательной школе. В классно-урочной системе это сделать невозможно, но у нас есть новый инструмент мобильный помощник SkySmart, где мы не просто предлагаем, да, ответы, мы предлагаем ребенку погрузиться в процесс, как решить это задание, да, и ребенок может наверстать упущенный, соответственно, он будет более успешен и он будет более мотивирован. Ну, и, наверное, на сегодняшний день огромная, такая большая проблема, это тревожные родители с завышенными какими-то ожиданиями. Зачастую они, им кажется, что мы относимся как к детям, может быть, не совсем объективно. И, опять же, наши инструменты в этом очень хорошо могут помочь. Почему? Потому что здесь не сам учитель субъективно выставляет отметку, да, а это берет на себя тетрадь с довольно объективными критериями оценивания ученика, во-первых, родитель знает эти критерии, он знает, что они одинаковы по отношению ко всем, и вот эта тревожность о субъективном подходе педагога, она тоже будет снята. И, опять же, да, родитель может продолжить еще индивидуальное сотрудничество с нами, да, посмотрев, что это не учитель выбрал самое сложное там задание, как ему показалось, а он выбрал то, что полезно, что интересно, что развивает ребенка, это тоже рождает доверие, это тоже играет, устанавливает мостик, да, между родителем и педагогом. Спасибо огромное, Лидия Юрьевна, спасибо большое, да, вижу, что у нас просто уже следующий спикер готовится выступать, спасибо большое вам за выступление, я для себя тоже вспомнила свои первые года работы, когда огромное количество информации, берешься за все, потом уже и не видишь, как у тебя уже работаешь на две ставки, заменяешь учителя, проверяешь кучу тетрадей, и спасибо за конкретные примеры, как преподаватель может свою работу облегчить, вот, спасибо большое, ну и не забываем, да, про слово нет, уметь отказывать и выставлять рамки, и касаемо работы, и родителей, и детей в том числе, спасибо большое, я тогда передаю слово следующему спикеру, с нами Марина Васильевна Полосухина, Марина Васильевна является экспертом образовательного центра Каменный город, преподаватели знают про Каменный город, и я уверена, многие проходили курсы обучающие, и также является преподавателем высшей школы экономики, Марина Васильевна расскажет об эмоциональном балансе, и как его поддерживать, вам слово. Давайте проверим технически, слышно ли меня, Мария, можете мне сказать, слышно ли меня, потому что я себя слышу, отлично, отлично, спасибо еще раз большое за переданное слово, на самом деле очень хорошо, как-то мы так с Лидией идем друг за другом, потому что очень красиво вам и понятно, и практически ориентированно рассказали про рабочий баланс, то есть как создать такие условия, чтобы действительно выстроить какую-то определенную свою систему управления собой, и чтобы работа действительно была в кайф. Я затрону немножечко другой аспект этого баланса, вот собственно эмоциональный баланс в жизни и на работе, и мы поговорим про то, как создать и его поддерживать. Я чуть-чуть поподробнее о себе еще расскажу, почему я могу говорить на эту тему, я являюсь помимо перечисленных всех преподавательских моих регалий еще и тьютером по развитию эмоционального интеллекта, и у меня детская школа по развитию эмоционального интеллекта, и вообще в системе образования, вот в частности в высшей школе экономики я уже практически 20 лет работаю, очень много работаю с педагогами, очень много работаю с руководителем образовательных учреждений, и конечно же сама как педагог не понаслышке знаю, как сложно иногда бывает вообще справиться со всеми теми процессами, которые в нашей жизни бывают, и, наверное, это один из таких важных моментов, который, ну вот как бы фокус внимания смещает немножко с рабочих процессов все-таки на себя, потому что мы не сможем с вами работать эффективно и на пользу, на самом деле, нашим детям, ну и коллегам, потому что мы все время находимся с вами в коммуникациях, если мы не будем находиться в ресурсе. поэтому сегодня я такую нашу небольшую встречу позволила себе выстроить логический из трех таких элементов, которые сейчас перед вашими глазами. Начну с того, что такое эмоциональный баланс, и покажу вам несколько иной подход к колесу баланса именно с точки зрения эмоций, потому что не буду поговорить о том, что это такое, Лидия очень хорошо об этом вам рассказала, я расскажу, как его еще можно по-другому использовать с учетом собственно наших эмоций. Дальше мы поговорим про эмоциональный ресурс, ну по сути, как его сохранить, на что сделать акцент, вообще как научиться пользоваться своим эмоциональным ресурсом, потому что это та энергия, это тот на самом деле кладезь ресурсной, эмоциональное наше проявление, которое на самом деле позволяет нам как максимально в работу включиться и, ну правда, испытывать тот кайф, который приносит нам энергию для дальнейшей работы, но и если мы это не учитываем, конечно же, может привести к тому самому эмоциональному и впоследствии профессиональному выгоранию. И в конце, наверное, в конце, да, таким завершением я предложу вам некий, ну небольшой такой инструмент, да, вот как можно вообще в принципе начать анализировать свой эмоциональный профиль, как можно создать тот профиль, который будет поддерживать. Возможно, для кого-то будет информация новая, да, и, пожалуйста, если возникают вопросы, вы их мне задавайте, две минуточки в конце, я обязательно уделю этому внимание. Ну что, давайте приступим. И вначале хотелось бы, конечно, немножечко, да, включить вас в понятие эмоционального баланса и почему, опять же, это важно. Ну, действительно, когда мы простраиваем рабочую личную жизнь, очень часто бывает ситуация, когда мы как раз с вами нарушаем те самые границы между работой и личной жизнью. Конечно, сейчас это уже наши реалии, но, тем не менее, буквально в прошлый год, да, когда случилась с нами вся эта история, связанная с резким переходом в дистант, к которому не все были готовы на самом деле, да, с сидением дома, вот как раз вот это нарушение границ максимальным образом отразилось на вообще жизни, да, и жизни педагогов, учителей, детей, потому что, ну и вообще, в принципе, любых людей, там, работающих, когда пришлось работать дома, когда пришлось находиться в одном пространстве достаточно как бы часто много и не всегда привычно для нас, да, с одной стороны с любимыми людьми, с другой стороны, да, вот смещение вот этих всех взаимодействий, оно произошло в сторону как раз накопления тех самых отрицательных эмоций, и вот когда у нас эмоциональный баланс с вами не выстроен, да, вот на этом слайде вы также видите, что нарушение вот этих границ, оно автоматически запускает неудовлетворенность, запускаются так называемые отрицательные эмоции, чаще всего если нет привычной жизни умения, навыков выражать, да, осознавать и разговаривать о эмоциональном состоянии, то, конечно же, это приводит к тому, что мы начинаем получать какие-то проблемы со стороны окружения, потому что коммуникации нарушаются, мы стрессуем, потому что накопленные эмоции приводят к тому, что мы начинаем так или иначе их отражать на тех, кто с нами рядом, ну и, конечно же, накопление приводит к этой еще большей неудовлетворенности, по сути, если обратным ходом посмотреть, это будет ровно то же самое, то есть такой цикл. И, конечно же, очень важно понимать, что когда мы говорим про эмоциональный баланс, это прежде всего осознание того, что со мной происходит, а самое главное, почему это со мной происходит. И если мы это соединяем, устраиваем систему work-life баланса, мы должны понимать, что наши эмоции исключить из жизни и рабочей, и жизни личной мы не можем, и надо просто понимать, какие эмоции поддерживают собственно нашу рабочую эффективность, а какие эмоции поддерживают нашу личную эффективность, и насколько мы в этом эмоциональном проявлении действительно вообще как бы мы в нем есть, мы действительно честно можем себе признаться, что да, я имею право испытывать то или иное эмоциональное состояние, ну и, соответственно, вообще в принципе привести к тому, чтобы понимать, а насколько эмоциональный ресурс позволяет мне делать какие-то более результативные вещи, получать большие результаты. И очень важно осознать свои эмоции для того, чтобы научиться их не контролировать, не подавлять, а именно использовать и управлять. И тогда наш внутренний баланс эмоциональный будет работать на нас. Вот как раз то самое колесо, о котором вам очень, еще раз повторю, Лидия рассказала подробно с точки зрения того, как мы можем выделить сферы нашей жизни. Вы на этом слайде видите еще одно маленькое колесико. Поэтому в продолжение упражнения, которое вам предложила Лидия, я хочу вам немножечко дополнить. Это упражнение частью связано с эмоцией. Вы сделаете колесо, которое раскрывает все ваши сферы жизни. Можно вообще на самом деле колесо баланса, правда, использовать на разные. На разные виды работы, разные виды и разные элементы жизни. Например, вы сделали баланс в целом в вашей жизни, потом взяли какую-то отдельную сферу, сделали колесо баланса на отдельную сферу. Поэтому это, правда, инструмент, он максимально полезен и максимально хорошо раскрывает вообще в принципе возможности того, как простроить свою жизнь и разработать правильный, скажем так, план. Так вот, если возвращаться к эмоциям, то сделали колесо баланса, выделили свои сферы жизни, посмотрели, какие у вас действительно зоны в удовлетворенности, какие в меньшей удовлетворенности. И параллельно сделали второе колесо, связанное с тем, а какие вообще в принципе чаще всего в жизни вы испытываете эмоции. И в чем суть этого упражнения, что ваша задача потом наложить одно колесо на другое. И посмотреть, вот если у вас, например, чаще всего эмоции, ну условно там отрицательные в рабочем процессе, и вы видите, что у вас зона неудовлетворенности в работе, она все-таки есть какие-то открытые места и как бы недостаточная удовлетворенность, вы уже можете посмотреть, да, и проанализировать свой эмоциональный фон, а насколько эти эмоции вообще в принципе, да, что они создают в вашей рабочем пространстве. Если у вас зона удовлетворенности, и вы смотрите, что у вас тоже эмоциональные, В большей степени эмоциональные проявления, например, радость, восторг, удивление, интерес, тогда это тоже история, которая позволяет вам увидеть, насколько в жизни вы испытываете и проявляете эти эмоции. И когда вот такое наложение происходит, получается очень интересная картинка, потому что тогда мы начинаем уже понимать, ага, эмоциональное состояние одно, а в результате почему-то неудовлетворенность, да, и где у нас здесь разболзонсировка происходит, где мы можем, да, продумать все-таки свое поведение, простроить какой-то алгоритм, да, изменения своего поведения, ну и, соответственно, исходя из него уже действовать. Еще один очень такой интересный момент вообще, вот чек-лист, который вы видите перед вашими глазами, это чек-лист, который был разработан и исследован Forbes. И это вот как раз тот чек-лист, который позволяет оценить вообще, насколько мы действительно, в принципе, внутренне с вами сбалансированы. Обратите внимание на те параметры, которые в этом чек-листе выделены. Максимальный балл 7, значит, да, это в моей жизни есть. Один, значит, недостаточно, я это не проявляю, я это не умею делать. Такой лист самооценки, который вы можете использовать, да, для того, чтобы понять, да, а что, да, я создаю в своей жизни. Например, один из первых пунктов, а на самом деле в нашей с вами педагогической деятельности, ну, перфекционизм здоровый, он важен и нужен, потому что, ну, я еще, на самом деле, честно, не встречала в последней моей профессиональной деятельности педагогов, которые не перфекционисты. Это классно просто потому, что это действительно то, что отвечает качеству нашего, да, продукта и нашего образовательного процесса. Но надо его уметь отключать, потому что, когда мы сильно находимся в перфекционизме, как раз мы не умеем перестраиваться эмоционально, потому что мы находимся все время в состоянии напряжения, да, которое приводит вот к нерезультатам. Если в моей жизни спорт, ну, или, например, умею ли я использовать медитации, могу ли я, в принципе, да, расслабляться, и могу ли я отключаться от каких-то внешних процессов, могу ли, умею ли я перераспределять время, да, и как раз вот создание баланса, в том числе эмоционального, это в том числе и временная, да, история, потому что если, опять же, я не слежу за временем, не умею его перераспределять, не умею распределять во времени те задачи, которые мне нужно решить, это тоже приводит к тому, что мы находимся и начинаем находиться в напряжении. Умею ли я справляться с рутиной? Если у меня много рутинных работ, а, естественно, в нашей педагогической жизни очень много документальной какой-то тоже истории, да, мы очень много работаем с разными документами, отчетными и так далее, то, конечно же, можем ли мы использовать, да, как бы, опять же, нужные эмоции для того, чтобы, соответственно, с этой справляться рутиной. Ценность маленьких шагов. Опять же, перфекционизм приводит к тому, что мы очень во многом глобализируем какие-то результаты свои или какие-то цели свои, и мы забываем, что на самом деле к большой цели ведут маленькие шаги и маленькие результаты. Да, и насколько мы действительно можем в свою жизнь это включить, насколько мы действительно можем на это, да, опять же, обратить внимание, насколько мы вообще, в принципе, да, фокусируем внимание на каких-то своих маленьких результатах и хвалим себя. Ну и про умение отключаться тоже в предыдущем презентации, в предыдущей вам сказали о том, что, да, действительно умение отключаться и просто отдыхать, говорить нет, ну или говорить, да, правильным каким-то нужным и важным для себя вещам, да, это тоже один из навыков, который важен. И на каждом этом этапе, естественно, мы тоже можем посмотреть на свой эмоциональный ресурс и увидеть, да, что вот если я, да, перенапрягаюсь, если я как-то перехожу в сторону неудовлетворенности, какие эмоции чаще всего меня сопровождают. Эмоциональный ресурс, да, это как раз то, что сегодня, ну, как востребованный навык нам важен, вот картинку, которую я вам такое сделала, да, на экране, это как раз раскрывающую суть эмоционального ресурса. И в данном случае под эмоциональным ресурсом я понимаю гибкий навык, да, soft skills, который нужен нам с точки зрения, собственно, вообще эффективной работы, это эмоциональный интеллект, да, то есть сочетание эмоций и сочетание интеллекта. Причем это осознанное, да, использование эмоций, осознанное наше умение, да, работать своим эмоциональным ресурсом, который приводит к тому, что мы действительно с вами эффективны и результативны в нашей жизни. Почему это важно? Потому что, вот обратите тоже внимание, да, что когда мы не обращаем внимания на эмоциональное свое состояние, да, когда мы погружаемся в эмоции, вспомните любое, ну, вот последние из последних каких-то, может быть, ситуаций таких эмоциональных, когда ваше решение не соответствовало, ну, на самом деле, тому, что вы хотели, а просто потому, что вы были эмоционально раздражены или эмоционально вовлечены очень сильно в ситуацию. Да, вспомните любую ситуацию, когда вы с радостью вовлекаетесь в какой-то процесс, вы прямо ничего вокруг не замечаете, а нужно в какое-то быстрое время сделать какую-то важную задачу, и задача не идет, потому что вы совершенно в другом процессе. Вот это как раз работают наши эмоции, потому что они влияют как оценка на ту информацию, которую мы получаем, и это приводит к результату. Ну, и, безусловно, вот как раз наша с вами деятельность очень часто связана с теми самыми эмоциональными качелями, которые, ну, вот и приводят к эмоциональному выгоранию, потому что мы базируемся на переживаниях, мы их не отпускаем, это все как сценарий фиксируется в нашей голове, мы начинаем уже какие-то вещи додумывать, ну, и тем самым теряем тот самый наш эмоциональный ресурс. В чате у меня, можно озвучить, не могу открыть чат, какое-то сообщение в чате было, буду благодарна, если озвучите, потому что не вижу, к сожалению. Продолжайте, я задам вопросы. Хорошо, 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 спасибо. Что хочу еще проговорить, да, что вот в поддержку как раз предыдущего слайда, на самом деле вот это то самое, те самые направления или те самые субнавыки, которые мы с вами можем освоить, да, которые мы можем у себя развить. Четыре основных, ну, называются это ветви эмоционального интеллекта, и обратите внимание на зеленую сторону этой таблички, это те фокусы внимания, которые в рамках каждой ветви подсвечиваются. Первое, что мы научаемся, мы с вами научаемся наблюдать за собой, наблюдать за окружающими, идентифицировать те эмоции, которые мы проявляем. Очень классное упражнение, да, ну, вот что вы чувствуете, вопросы вы прочитаете. Очень классное упражнение, когда вы приходите домой, садитесь перед зеркалом, и, например, да, я испытываю радость. Покажите себе самому, самой себе, как вы испытываете радость, потому что очень часто то, что мы чувствуем и то, что мы проявляем, не соответствует друг другу. Вот это как раз идентификация. Это ключевая ветка, пока мы это не научимся делать, мы, к сожалению, будем, возможно, попадать в какие-то ситуации, когда нам кажется, что, да, вот человек-то считывает, что я, допустим, нахожусь в раздражении, а на самом деле я проявляю улыбку и считываем ровно то, что как бы видим. Использование эмоций – это то, как наши эмоции влияют на наши мысли. Опять же, вернусь на этот слайд, это как бы, знаете, действие такое обратное. Ага, вот я в этом эмоциональном состоянии, а что в этом эмоциональном состоянии у меня лучше всего получается делать? А как, если я вот так проявлю себя, как это повлияет на то, как я буду воспринята со стороны? Да, это использование эмоций. Например, что лучше всего делать в гневе? Хорошая эмоция, если она осознанна, это та эмоция, которая как раз работает с отстраиванием границ. Да, ну понятно, что мы здесь ее осознаем, мы понимаем, что да, я могу злиться, но я эту энергию могу направить на ситуацию. Чаще всего происходит в наших коммуникациях, что мы эту энергию направляем на другого человека. Дети, родители, коллеги. Да, вот отслеживаем, в какой момент что происходит. Конечно же, причины, почему так происходит. Да, а почему вдруг я во время урока начала злиться? Да, а почему вдруг во время урока меня кто-то насмешил, и я начала испытывать какое-то такое восторженное состояние? И когда мы научаемся отслеживать вот эти причины, мы опять же начинаем больше углубляться и понимать себя, и осознавать себя. Ну и, конечно же, каждый из нас, я прям вот правда на 100% уверена, имеет уже свои какие-то интересные приемы, как можно управлять эмоциональным состоянием, как переключаться, дыхание, музыка, природа, любимые люди рядом вокруг. Но важно научиться, как я могу в момент переключиться. Опять же, очень простая техника называется техника стоп. Да, в момент, если вы вдруг чувствуете внутреннее напряжение, вот даже в момент урока, вы как бы, если сидите, просто надо встать и сказать себе стоп. Да, и вот как бы вы как бы выходите из ситуации. Если вы стоите, просто поменять положение тела. И тогда, да, вот сразу уже действия, они будут меняться. Ну и последняя такая часть моей небольшой презентации – это вот как раз тот самый эмоциональный профиль. Я придумала, на самом деле, такую небольшую методику. Да, вот алгоритм основной методики вы видите сейчас в желтеньком части слайда. Вообще эмоциональный профиль – это та совокупность эмоций, которые человек испытывает по какой-либо ситуации. И это тоже такой элемент самоанализа в том числе – так, дорогие преподаватели, значит, у нас отключилась Марина Васильевна, но мы с вами продолжаем дальше. У нас готов уже следующий спикер выступать, но мы благодарим Марину Васильевну, что рассказала нам про эмоции, напомнила, как они важны и как с ними нужно работать и выстраивать границы. Мы переходим тогда к следующему блоку и поговорим о как же выстраивать эти границы непосредственно с родителями, с детьми и вообще делать это на работе. Я вылетела, прошу прощения в какой-то момент. Марина Васильевна, мы уже тогда передаём слово. Да, конечно, конечно. Спасибо вам огромное за участие. И сейчас поговорим, как выстроить отношения с родителями и устранить недоверие для нас выступит и расскажет, раскроет эту тему Наталья Андреевна Гангнус. Наталья Андреевна является доцентром кафедры педагогики и психологии и является экспертом по перезагрузке жизни и отношений с родными. Наталья Андреевна расскажет, как же выстроить диалог с современными детьми, поговорит об обществе, о школе, о ребёнке. Наталья Андреевна, передаю вам слово и экран. Рад вас видеть. Добрый день. Рада всех приветствовать. Скажите, пожалуйста, как меня видно, слышно? Прекрасно. Хорошо. Так, включаю экран. Итак, я очень рада, что я здесь сегодня с вами на этой конференции. И тема моего доклада, моего выступления – это диалог с современными детьми. И действительно, с современными. Почему с современными? Потому что при сохранении базовых характеристик сегодня очень многое поменялось у наших детей. Мария меня уже представила. Собственно, да, я просто немножко дополню. В педагогике больше 20 лет. Больше 20 лет работаю в педагогическом университете в городе Перми. И сейчас активно занимаюсь ещё, так скажем, расстановками. Являюсь официально профессиональным расстановщиком. Что такое расстановки? Это работа с родом, с родовыми переплетениями. И очень многие проблемы, которые происходят во взаимоотношениях между родителями и детьми, как оказалось, связаны в том числе с историями из рода. Это очень интересно. И когда всё взаимосвязанное – психология, педагогика и родовая система – даёт, конечно же, уникальный эффективный результат. И обратите, пожалуйста, внимание. Здесь план. Те аспекты, о которых я расскажу сегодня. И первая часть моего доклада – «Школа в обществе риска». И будет понятно, почему так я назвала эту часть. «Особенности взросления современных детей», то, что связано с изменениями культурно-исторической среды и, собственно, выстраивание диалога. Диалога в системе «учитель-родитель-ребёнок». И я подчёркиваю, что это важнейшие условия личностного роста обучающихся. «Общество риска». Этот термин был предложен немецким социологом Ольрихом Беком. Я думаю, что это имя достаточно известное. Он, анализируя те процессы, которые происходят сегодня в обществе, пришёл к выводу, что чем сильнее модернизируется система, тем быстрее она уничтожает саму себя. То есть, по сути, все инновационные процессы, всё, что связано с модернизацией, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, не очень. И понятно, что риск существовал всегда в жизни человека с момента возникновения человеческого общества. Буквально, когда охотились на мамонтов, тоже рисковали жизнью. Но сегодня риск, он, по сути, как говорит Бек, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени, и, по сути, лишает свободы выбора. То есть, тенденция сегодня в обществе такая, что общество риска, почему он так назвал, лучше избежать чего-то, лучше не выбирать вообще и защищаться от каких-то негативных факторов. И часто риск сравнивают с игрой, но всё-таки, если игра, она всегда идёт по правилам, то риск, по сути, неконтролируемая игра. И почему это важно? Школа является, система образования школы является таким зеркальным отражением того, что происходит в обществе. Гениальный Вик Семёнович Выгодский, наш отечественный психолог, подчёркивал это и говорил, что культурно-историческая среда, она играет роль источника развития. И если посмотреть в смысле вот в этом, общество риска и те риски, которые испытывает на себе школа, и как из них выходят субъекты образовательного процесса, родители, учитель и ребёнок, становится ясным, чего мы избегаем и как мы выходим из тех или иных ситуаций. То есть, смотрите, риски, маркетизация, мы знаем, что это распространение во всех сферах жизни общества рыночных отношений. Замечательно, это закономерное явление, но в то же время это всегда принцип достижательности, и, соответственно, есть всегда риск невостребованности на рынке производства услуг и проигрыша конкурентам. В этой ситуации родители, как говорит Ямбург Евгений Александрович, они попадают очень часто в паутину связи. Ну, в общем-то, да, мне кажется, каждый из нас это прошёл. Когда мы, когда устраиваем ребёнка в детский сад или в школу хотим на хорошего учителя прийти, ищем варианты, да, мы действительно попадаем в эту паутину. Ну, соответственно, решив ту или иную проблему, мы должны как бы отблагодарить другого за оказанную услугу. И вот образуется такая паутина. Если говорить о педагогическом сообществе, то, конечно же, мы наблюдаем усталость. Усталость от инноваций бесконечных, которые спускаются сверху очень часто, на мой взгляд, не обдуманно. И поэтому, да, вот я начала говорить о риске. Лучше не предпринимать никаких решений, избегание худшего, отказ от лучшего порой через избегание худшего. Если говорить о детях, как они выходят из этой ситуации, ну, что мы сегодня наблюдаем? Неудовлетворённость базовых потребностей, органические потребности, вода, еда, сон. Базовые потребности – любовь, принятие, уважение, доверие, тепло, забота. Сегодня в силу загруженности родителей, кризиса семьи, дети испытывают неудовлетворённость базовых потребностей, и об этом очень многое пишут наши отечественные психологи, и писали, Гитлер Рейтер, Людмила Петрановская, Фельдштейн, в своей статье, Дарья Иосифовича очень подробно про это описал. То есть сегодняшние дети, они, так скажем, попали в ситуацию разорванных связей. Термин, предложенный Фельдштейном. То есть когда хаотичный поток информации, он ломанно-бисерно вписывается в жизнь ребёнка. То есть дети сегодня, они совершенно другие, и кардинально отличаются от тех, которые там были в 10-летней давности. То есть каждое новое поколение, как говорят учителя начальных классов, выпустили очередной выпуск 4 года про училища дети, приходят новые, и они совершенно уже другие. И, конечно же, здесь огромное количество рисков, связанных с информатизацией. То есть когда мы требуем от ребёнка высоких показателей в учёбе, как родители, когда делается акцент на интеллектуальное развитие в ущерб эмоциональному. Сегодня вот очень многое уделялось внимание эмоциональному аспекту. Мы натаскиваем на какие-то высокие результаты всякими способами. И дети, находясь вот в этом хаотичном потоке информации, они начинают защищаться. Протесты уходят в зависимости, потому что тот огромный объём учебного материала, он очень часто, как психика ребёнка, срабатывает. То есть не справляясь, и чтобы защитить себя, они придумывают, причём очень часто неосознанно, какие-то разные способы ухода от этой ситуации. Ну и, конечно же, мы наблюдаем разные девиации, мы наблюдаем такую тенденцию, как медикализация. То есть сегодня очень часто детям ставят диагнозы, которые раньше ставили только в таком каком-то зрелом, уже взрослом возрасте. И если вы посмотрите сюда, в середине XX века, вот объём информации, он увеличивался, удваивался каждые 10 лет, то по прогнозам к 2025 году это будет происходить каждую неделю. И тогда возникает закономерный вопрос, на который пока нет ответа, как мне кажется, что же делать с одержанием образования. Потому что всё знать невозможно и, наверное, не нужно. Как сказал в своё время выдающийся Джон Гьюи, американский философ-прагматист, ужасно обладать всеми знаниями мира, но потерять самого себя. И, собственно, вот то, что приводит, те риски, которые мы сегодня наблюдаем вот в этом огромном потоке информации, которая ломано вписывается в жизни ребёнка. И дегуманизация, и переутомление, и, конечно же, снижение физической активности, потеря иногда чувства реальности. Всё это сказывается в целом на здоровье и на психологическом, и на, конечно же, физическом. И, конечно же, мы все с вами социальны, мы находимся в обществе, и вот в условиях тех факторов, в условиях новой социальной ситуации развития и тех рисков, о которых мы говорим, мы наблюдаем и кризис, конечно же, кризис семьи, прежде всего, что очень важно для становления личности. И многие родители сегодня, многие семьи, опять же, ссылаясь на статью Фельдштейна, я очень рекомендую её вам, писал о том, что многие сегодня живут, знаете, в таких вот условиях состояния безнадёжности, беспомощности. Вот такая вот родительская незрелость, она передаётся детям, которые, наблюдая эту ситуацию, что видят? У них формируется недоверие к окружающему миру, к миру взрослых. Вот риск недоверия, безнадёжности, различные проявления агрессивности, жестокости или, наоборот, инфантилизма, когда они просто плывут по течению и отсутствуют какие-либо цели и жизненные ориентиры. Есть такой термин сегодня – адопция, отрыв от культурных традиций общества и его истории. То есть, действительно, вот у нас, да, вот с этим ценностным основанием сегодня достаточно всё непросто. И на фоне неудовлетворённости базовых потребностей, неблагополучия в семье, мы видим повышенный уровень тревожности, агрессивности и, в целом, вот та атмосфера переживания и трудностей, о которой я уже говорила. И несколько слов о тех реальных изменениях ребёнка, которые мы сегодня наблюдаем. То есть, при сохранении базовых, как мы говорим, психолого-педагогический доминант на развитие характеристик, добавляются новые в условиях изменения культурно-исторической среды. То есть, снижение уровня когнитивного развития, начиная с дошкольников, соответственно, снижение энергичности и желания активно двигаться. Ну, элементарный пример, дети играют в песочники, да, там один другого толкнул, и другой лежит и не собирается вставать. То есть, Ямбург описывает этот случай в одной из своих книг, странное, да, состояние. То есть, по сути, он должен встать и как минимум взять обидчику сдачи. На вопрос воспитателя, который подбегает к нему и спрашивает, почему ты не встаёшь, ответ – я жду, когда меня поднимут. То есть, вот она, ситуация уже, да, на лицо вот такое эмоциональное недоразвитие. Снижение уровня развития сюжетно-ролевой игры и, собственно, мотивационно-потребностная сфера ребёнка, вот в том примере, о котором я говорила, да, как раз наглядно показывает снижение. Если говорить о младших школьниках, по результатам исследований, о них подробно пишет Хельштейн, наблюдается недостаточная социальная компетентность. То есть, дети не способны, ну вот из исследованных детей, более 35% не способны решать простейшие конфликты словами. Они не могут договариваться. То есть, в ход идут кулаки. Чуть что, да, проще, что называется, как следует двинуть, да, нежели решать что-то словами. И эта тенденция, она усиливается. И, конечно же, очень многие модели дети берут из семьи, и мы говорили о неблагополучии. Безусловно, это экранная зависимость, неспособность сконцентрироваться. И, конечно же, вы это наблюдаете, да, когда дети действительно, вот их внимание сложно собрать. Рассеянность, отсутствие интересов и очень сложно выстраивать учебный процесс, особенно, когда, ну, если это школа обычная, да, в классе там больше 30 человек. В целом, это, конечно же, объединение и ограничение общения детей. Это низкий уровень коммуникативной компетентности и большое количество детей с эмоциональными проблемами. То есть, с одной стороны, повышенная ранимость и возбудимость, с другой стороны, агрессивность и жестокость, да, вот на фоне наследования опыта семейных неудач, которые транслируются многими родителями в силу незрелости и своих каких-то причин, безусловно, это как бы вот, да, как снежный ком нарастает. И вот здесь вот как раз я ссылаюсь на Юлию Борисовну Гиппедрейтер, которая в своем бестселлере, да, в своей замечательной книге «Общаться с ребенком как» как раз подчеркивает этот момент по поводу удовлетворенности базовых потребностей. Потому что каждому из нас, вне зависимости вообще, ребенок я, да, или взрослый, очень важно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали. Да, вот это вот базовая составляющая. И как она отмечает, если в стране нет экономического кризиса или войны, то органические потребности, они всегда более-менее удовлетворены. А базовые, а базовые всегда в зоне риска, и сегодня особенно. И, в общем-то, все, что не решено в предыдущем возрасте, начиная с дошкольного и дальше в младшем школьном возрасте, оно, естественно, передается, переходит дальше, на следующий этап взросления. И, ну, вот даже, например, гиперактивность, синдром дефицита внимания. Если не скорректирована эта проблема до 10-летнего возраста, а мы знаем, что, да, еще лобные доли, они как бы не до конца сформированы, и до 10 лет еще очень можно многое скорректировать. Если этого не произошло в младшем школьном возрасте, то дальше, естественно, ситуация усугубляется. И, кроме того, сегодня наблюдаются у современных подростков и регрессивные изменения в мозговом обеспечении. В целом, опять же, ухудшение взбирательности внимания. Та же самая экранная зависимость, да, безусловно. И серьезные изменения ценностных ориентаций. Вот адопция, отрыв от культурных ценностей сегодня, ну, вот прям налицо, если говорить о современном поколении. И вообще для подростков, ну, мы все с вами знаем, да, характерна вот эта базовая характеристика образования, нового образования, чувства взрослости. И оно, конечно же, сохраняется и сегодня усугубляется еще ориентацией современных детей на высокий, сразу же, высокий уровень достижений. Знаете, хочу здесь и сейчас, и все и сразу. Вот. Плюс хорошее здоровье и такая вот презентабельная внешность в ценностях, которые они отмечают. И это на фоне негативной динамики культурных и общественных ориентаций. И, собственно, вот в этих условиях изменений среды, социальной ситуации развития, тех факторов, о которых мы говорили в рамках процесса социализации, тех рисков, вообще глобализации мира, открытости пространства, усиления информационного потока. Мы, конечно же, отмечаем достаточно сложные тенденции, касающиеся школы. И, опять же, ссылаясь на Евгения Ямбурга, отмечаю этот момент, который говорил, что, и говорит рано или поздно, ни одна школа не избежит ползания в хаос. То есть это в том смысле, что сегодня выстраивание диалога в образовательном процессе ученик-учитель, родитель-ребенок-учитель-родитель, со всеми субъектами, это действительно становится просто самым, наверное, таким самым главным инструментом взаимодействия для решения самых разных проблем. И, опять же, исходя из того, что все-таки образование, ну, вот да, я придерживаюсь этой точки зрения, все-таки средства выявления и реализации возможностей человека по отношению к себе, к окружающему миру, то все-таки в основу должен, на мой взгляд, быть положен вот этот принцип человека сообразности, который был предложен Андреем Викторовичем Хуторским, и я, конечно же, поддерживаю, присоединяюсь к его точке зрения. То есть, исходя из этого, цель школы – это не просто и не только обученность. Конечно же, это сохранение здоровья, психофизического. Сегодня очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда про ребенка, например, говорят, знаете, вот такое пограничное состояние, еще психически не болен, но психологически нездоров. Да, вот это пограничное состояние, куда оно вылезло. И, соответственно, обученность, сохранение здоровья и, конечно же, личностный рост, понимание, куда я иду, зачем я это делаю, для чего мне это нужно. И, в общем-то, вот в условиях нынешних тенденций очень важно понимать, что если мы даем только стандартные упражнения, то мы не научим их быть творческими. Если мы постоянно выстраиваем рейтинги, и, в общем-то, кто на каком месте стоит, они выступают как одиночки, они постоянно соревнуются друг с другом. И, собственно, вот тот постулат, о котором мы постоянно говорим, способность непрерывно учиться, если мы с первых дней решаем их учебы, в выборе своей траектории развития, но, в принципе, даже в выборе, то, конечно же, вот эта вот ситуация, когда ругаем, наказываем за ошибки, вот родители очень часто это любят делать в силу каких-то завышенных требований, гипертребований, то, конечно же, откуда эта способность появится? То есть она должна идти изнутри, мотивация, да, хочу я, насколько я этого хочу, а не мама этого хочет, там ни папа, ни школа, ни учительница. То есть сегодня важно, на мой взгляд, говорить о таком целостном подходе, как я говорю, формат 3D, мысли, чувства, действия, чтобы эмоциональная, интеллектуальная и действенная поведенческая сфера, они были сбалансированы. Потому что вот этот баланс, он как раз дает такое целостное представление и способствует действительно такому целостному формированию личности. То есть сегодня мы говорим о значимости диалога в системе учителя-родитель-ребенок, выстраивании конструктивного взаимодействия, работа с состояниями, о чем сегодня тоже уже многое было сказано, и, собственно, стратегия. В тех или иных сложных ситуациях идем от ситуации, а не от человека. Когда, знаете, бывает, что сразу же начинаем говорить, какой ты плохой, как же ты мог. Не ты плохой, да, а ситуация так сложилась. Почему, от чего и что я могу с этим сделать. И если говорить о диалоге, особенно вот для подросткового возраста, если ребенок нам доверился какую-то информацию, да, это уже здорово. Но понимание того, что она должна быть конфиденциальна, это очень важно, потому что если я пошел и рассказал, да, по сарафанному радио всем остальным, естественно, и авторитет мой снижается, и больше никакого доверия не будет. Безусловно, безоценочный. К сожалению, мы воспитаны в таких моделях, когда мы постоянно оцениваем, оцениваем хорошо, плохо, знаете, хорошо, плохо, белое, черное. Вот в ситуации взаимодействия, мне очень нравится позиция, когда, знаете, есть выражение в коучинге, со мной все в порядке, и со всеми все в порядке. То есть вот это безоценочная, нейтральная позиция, которая помогает справиться с эмоциями и посмотреть, как конструктивно можно разрешить ситуацию. И, конечно же, принцип не на вреде, как и в медицине. И очень часто дети, вот здесь данные приведены исследования среди десятиклассников и одиннадцатиклассников, старшая школа, где рождается недоверие, почему с их точки зрения взрослые их не слышат. И выявлены следующие позиции, разговоры с позицией сверху отмечаются, навязывание смыслов взрослым миром, образа жизни, предметов потребления. И многие отмечали такую тенденцию, что взрослый мир рассматривает детей, подрастающее поколение, как реализацию мечты взрослых. И, конечно же, здесь возникает ситуация двоемыслия и лицемерия. И что отмечали, что хотят, как, чтобы их слушали, чтобы это была ситуация такого взаимодействия на равных, не понебратство, а на равных с точки зрения, знаете, вот убирания директивности, авторитарности, да, обыстраивания действительно диалога. Не ожидали желательных ответов, не оценивали качество идей. Очень часто я, когда общалась со старшими школьниками 10-11 класс, у меня была, каждый раз был к ним вопрос, почему вы не включаете обсуждение, почему вы боитесь рассказывать собственное мнение, собственную точку зрения. Страх, страх, что скажу не так, страх, что получу за это плохую, там, оценку, балл, и вот это мое мнение не совпадет с мнением учителя, с мнением взрослого. Поэтому выстраивается такая модель, я лучше ничего не буду говорить. То есть даже на уровне идей не хотят говорить, потому что, да, ожидают от них желательных ответов. И для современных детей это очень важно, потому что, ну, еще, помните, да, Великий Сократ говорил о том, что незнание, да, это неплохо, нехорошо. Если я не знаю, это точка отчета для дальнейшего продвижения, для того, чтобы была возможность узнать. Поэтому разные методики, разные варианты, начиная с генерации идей до каких-то игровых моментов, вот использовать все, что сегодня можно и нужно, тем более в условиях такого уникального развития технологий, информационной среды и больших-больших возможностей. Конечно же, не стоит забывать о техниках активного слушания. Про это как бы мы все знаем, но как бы мы про это забывали. То есть выяснение буквально ситуации, используя открытые вопросы, какая-то сложная, конфликтная ситуация произошла. Элементарно, вопросы как, когда, кто что сказал, кто что сделал, кто ответил, без оценок. То есть когда мы выясняем, что произошло, используем такую технику, как перефразирование. Это очень классная техника, она мне нравится, потому что когда я, например, повторяю то, что мне сказал человек, перефразирую, да, то же самое, только другими словами. Часто человек говорит, нет, я вообще не это хотела сказать. То есть это и момент, да, вот такого отзеркаливания. Ребенок, человек, коллега, там, родитель, он слышит себя со стороны и вот это идет уточнение, да, момент уточнения, а ты ли это хотел на самом деле сказать. В ситуациях очень сильного эмоционального накала, знаете, когда, ну вот эмоции, что называется, зашкаливают и слово ставить нельзя, классная техника эхо, когда, для того, чтобы показать, что да, я здесь, я тебя слушаю и повторяю там одно или два последних слова, которые, вот я слышу в речи ребенка, там, да, коллеги и так далее. В общем, речь человека. То есть буквально одно-два слова. Здесь и сейчас, я тебя слышу, я с тобой. Есть еще очень хорошая техника, техника выяснения чувств, вот прям хочу тоже здесь несколько слов сказать. Мы, конечно, все социальные и воспитываемся в моделях, когда вот опять про эмоции, очень, да, как бы идет запрет на эмоции, очень часто запрет на проявление чувств. В ситуациях очень сложных, эмоциональных, когда мы с детьми общаемся, с подростками особенно, очень техника, вот этого техника выяснения чувств помогает нам. То есть когда я считываю вот на невербалике, что происходит с телом человека, я вижу, например, что у него сжались кулаки или у него сжались губы, да, или он то краснеет, то бледнеет, или что-то теребит в руках. То есть я как бы его провоцирую на вот проявление этих эмоций, выясняя его эмоциональное состояние, да, и отражая его. Но не случайно есть выражение «тело с тела считывает». То есть на невербальном уровне видишь, что с человеком происходит, с ребенком, да, например, я вижу, что у него сжались кулаки и говорю, я вижу, как у тебя сжались кулаки. Такое ощущение, что ты хочешь кого-то ударить. Или я вижу, как у тебя сжались губы. Такое ощущение, что ты сейчас заплачешь. То есть, да, я отражаю и проговариваю. И очень часто вот в этих вот ситуациях как раз эти чувства начинают выходить. Там кто-то начинает плакать, кто-то говорит, да, ну, видит свое состояние, действительно, я вот сейчас там хотел, там действительно ударить. Была бы возможность, ударил бы. То есть мы как бы провоцируем и в то же время даем возможность выхода вот к какому-то особенно негативному состоянию. Безусловно, не стоит забывать о ключевой операции, которую называют «Я-сообщение». Про это, опять же, многие знают, но мало кто использует. И дети, когда к ним начинают обращаться таким образом, с использованием «Я-сообщение», они, знаете, удивляются, особенно маленькие, и говорят, ты как-то странно сегодня разговариваешь. То есть, когда я, как взрослый, проговариваю свое состояние по отношению к той или иной ситуации без использования местоимения «ты». Говорю про себя, про свои чувства, про свое эмоциональное состояние, которое я испытываю здесь сейчас согласно ситуации. Ну, элементарно идет урок, все кричат, да, перебивают друг друга. я использую вот эту вот операцию, да, вот эту технику и говорю, что меня раздражает, ну, в зависимости, опять же, от степени накала, да, или, можно сказать, меня злит, меня раздражает или меня злит, когда мне приходится повторять несколько раз одно и то же. То есть, смотрите, я не использовала местоимения «ты», я сказала про себя, что меня раздражает в этой ситуации, и, соответственно, я никого не оскорбила, не унизила. Работает, ну, просто, это волшебным образом работает, и чем чаще мы это используем, тем больше мы позволяем себе высказывать какие-то свои эмоциональные, да, даем возможность проявлений эмоциональных, и мы демонстрируем модель поведения детям, что вот так можно и так нужно, и что любая ситуация, какая бы она сложная ни была, она решаема, причем через конструктивные такие вот инструменты, а не через там конфликты, скандалы, ну, как часто это бывает. И здесь еще бы я хотела вспомнить о Олеге Семеновиче Газмане, который является разработчиком концепции педагогической поддержки личности в образовательном процессе, это яркий представитель педагогики сотрудничества, и вот он, как раз, работая с детьми подросткового возраста, обращал внимание на специфику этого возраста, еще тогда, в 90-е годы прошлого века. на мой взгляд, сегодня вот этот подход, он приобретает второе рождение, потому что действительно без учета индивидуально-личностных каких-то вот особенностей, способностей, имеющегося опыта, специфики вообще взросления детей, сложно сегодня выстроить с ними такое нормальное человеческое конструктивное взаимодействие. Как говорил Газман, восстановление взрослым человеческих отношений с ребенком. И он предлагал в рамках этой концепции четыре таких варианта защиты, поддержки ребенка, начиная с тактики защиты, заканчивая тактикой взаимодействия. То есть позиция какая? Ребенок всегда ответственен, ну вообще, как любой человек, и это тоже нужно, да, вот как бы закладывать, как мне кажется, в сознание, что я ответственен за свою жизнь. Но дети взрослеют, и никто не застрахован от ошибок, тем более, да, в процессе взросления. Уж если взрослый мир их совершает, дети, что называется, им сам Бог велел. Поэтому начинаем так с защиты, но ребенок не должен оставаться жертвой. То есть ребенок не жертва, но есть ситуации, когда ему нужна поддержка со стороны взрослого. Да, достать его, чтобы он вышел в ресурсное состояние, а дальше выстраиваем стратегию через помощь, через содействие и уже взаимодействие и выхода на собственное решение. Как говорил Газман, важно почувствовать вкус успеха. Когда ребенок, вообще любой человек говорит, я смог это сделать, у меня получилось. Вообще ведущий принцип взаимодействия в образовательном процессе, создание ситуации успеха, собственно, и опоры на положительное. Здесь, конечно же, мы выстраиваем помогающие отношения, как говорил великий представитель гуманистического направления психологии Карл Роджер, отношения, когда хотя бы одна, по крайней мере, из сторон стремится к поощрению другой. Если говорить о взаимодействии взрослый ребенок, то, конечно же, к этому поощрению должен стремиться взрослый, по определению, у него больше опыта, и он уже много ошибок совершил, знает, какие могут быть ситуации, какой выход из них, для того, чтобы способствовать личностному росту, развитию и так далее, улучшению взаимодействия и сотрудничества. И если мы говорим об устраивании взаимодействия, конструктивного взаимодействия, то, конечно же, позиция, опять же, каждый ответственен за свою жизнь, но я как взрослый, я как человек, который всегда рядом с тобой, я помогу, я выслушаю тебя обязательно, я приму тебя таким, каким есть. Мы постоянно говорим про безусловное принятие, мы постоянно двигаем какие-то условия вот это вот безусловное положительное отношение. Знаете, когда можно сравнить, человек влюбляется на этапе очарования и абсолютно безусловно принимает человека, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. И мы с детьми почему-то про это забываем, а наш современник Зицер, Дима Зицер, говорит о том, что если это ваш любимый человек, почему мы к нему постоянно предъявляем какие-то требования бесконечные. И через эмпатию, через взаимодействие, через умение проявить гибкость, гибкость где-то промолчать. Все-таки взрослые, они более опытные. И здесь, конечно же, требуется высокий уровень развития эмоционального интеллекта. Опять же, мы возвращаемся к эмоциям. Когда я умею управлять своими эмоциями, я понимаю, что со мной происходит. Я, например, ну как вот родитель, пришла уставшая, например, домой, поругалась с кем-то на работе. И, естественно, как говорят психологи, мы все выплескиваем на ком. На ком мы отрываемся? На детях и на животных. Так вот, чтобы этого не происходило, умение понять свое состояние, прочувствовать, сказать себе честно, ответить, что да, я сейчас злюсь. И элементарно, например, не подходите ко мне по 30 минут, мне нужно побыть одной. В ситуации в образовательном процессе в школе, если действительно произошло что-то такое серьезное, и вы понимаете, что сейчас вы уже не можете задержаться, и вот-вот это перехлестнет, выйдите, продышитесь, пара стаканов воды элементарно. Если вы там находитесь, где-то у вас есть возможность побыть одному в соседнем помещении, реально поприседать можно, попрыгать, чтобы это тело выплеснуло вот этот какой-то неблагоприятный эмоциональный фон. И, конечно же, здесь и работа и с дыханием важна, и с нашими эмоциями, страхами, чтобы с блоки высвобождались. Есть очень классная техника, которую я тоже рекомендую всегда и всем, когда вы чувствуете, что вот какая-то зажатость, как-то вы тревожитесь, вы не знаете, как начать разговор с ребенком, просто поприседайте, да, то есть, чтобы прочувствовать свое тело, и чтобы лишний адреналин, и доступ кислорода в мозг, что называется, поступил, да, для того, чтобы выйти в какое-то ровное ресурсное состояние. И сегодня очень много про техники уже говорили, и если говорить, да, об такой когнитивной интеллектуальной составляющей техника трех вопросов, когда, да, ребенок сам не знает порой, чего хочет, что ты хочешь, как ты себя чувствуешь, и как при этом будут себя чувствовать другие. И есть очень классный седонский метод, который был, ну, придуман, собственно, в свое время был такой бизнесмен, Лестер Левинстон, которому сказали, что, да, он заболел, ему остается жить месяц. И он решил, что, ну, пока что ты дышишь, и все, да, он сказал себе, ты же пока еще дышишь. И придумал такой метод, когда он стал анализировать свою жизнь, что с ним происходит, он понял, что очень много негативных эмоций он прятал в себе и не позволял себе не то, что там про них говорить, а вообще даже думать, да, запрет на эмоции. И он предложил, это можно делать буквально в течение дня, после уроков, после, ну, когда какие-то перерывы, то есть, когда мы элементарно берем там карандаш или ручку, да, то есть то, что там не разобьется, задаемся себе вопрос, что я сейчас чувствую, отвечаю себе, да, там, злость или раздражение или усталость, хочу ли я отпустить эти чувства, могу ли я отпустить эти чувства и когда? Сейчас. И с выдохом бросаем ручку, что называется, да, бросаем там на стол, на пол и так далее. И дышим, и глубоко дышим, раза два, три. Работает просто, ну, на ура, потому что вы высвобождаетесь от эмоций, вы позволяете кислороду, в общем-то, попасть в мозг и чувствуете себя намного лучше. То есть, смысл какой? Состояние выравнивается, а это то, что нам нужно, то, что нам дает ресурс, энергию, и особенно при каких-то вот серьезных разговорах, когда вы понимаете, что вам нужно это ровное состояние, да, или перед каким-то мероприятием, сделайте эту технику и все, и вы увидите, как она классно работает. У меня знакомый, который заводит таймер на телефоне и три раза в день просто, да, две минуты посвящает вот этому своему эмоциональному состоянию, чтобы освободиться от эмоций. Причем разных, эмоций нет хороших или плохих, да, они просто разные, и это позволяет прийти в ресурсное состояние. То есть в целом мы говорим о таком рефлексивно-аналитическом подходе к процессу и результату воспитания и во взаимодействии с детьми. Гениальный польский педагог Януш Корчик в свое время очень четко подчеркнул, что воспитатель не обязан брать на себя ответственность. То есть, опять же, ответственный за свою жизнь и свой выбор, конечно же, с моментами взросления несет каждый из нас. Понятно, что до какого-то возраста взрослый несет стопроцентную ответственность за ребенка, но создание ситуации выбора, понимание ответственности за свой выбор, это очень сегодня, на мой взгляд, важно. И чем больше мы создаем таких ситуаций, чем больше мы доверяем нашим детям и даем возможность высказаться и еще умеем выслушать их, конечно же, тем больше мы способствуем такому вот качественному, эффективному, полноценному личностному развитию. И если говорить о взаимодействии с родителями, то, конечно же, здесь изначально должен быть диалог. Ну, субъекты образовательного процесса, родители, учитель, ребенок, так, чтобы это, знаете, не как в басне Крылова было «Лебедь, рак и щука», разные стороны смотрят и каждый тянет в свою сторону, а именно формирование вот такой верной воспитательной позиции, когда мы смотрим в одну сторону, да, мы разные, да, у нас может быть там разные взгляды и разные точки зрения, но в целом стратегически мы страиваем единую линию с учетом индивидуальных личностных особенностей ребенка. всегда опираемся на положительное. Мы знаем прекрасно, что для каждого родителя его ребенок самый уникальный, ну, по определению бывают, конечно, разные родители, поэтому опираемся на положительное, но даже и во взрослом мире, если мы можем подчеркнуть достоинство человека, да, вот эти положительные моменты, это всегда выстраивает взаимодействие в нужном русле, а не критика, да, критики нам и так хватает, как мне кажется, через, конечно же, уважение личности родителей, какие бы они нам не казались странными, глупыми, невоспитанными, с претензиями и так далее. Иногда требуется, конечно же, и очень часто психолого-педагогическое просвещение, и, знаете, когда родительские собрания проводим, не просто сбор денег и там про успеваемость поговорили, там, кто на каком месте рейтинг-класса, а именно вот, да, какие-то блоки, которые связаны с просвещением, потому что очень многого нынешние родители не знают, но те же особенности возраста, например, да, та же ситуация развития. И, на мой взгляд, вот понимание того, да, меня как родителя, меня как учителя-педагога, что вообще у каждого человека своя миссия в этом мире и исходной точкой, как говорит Андрей Дмитриевич Хуторской, для определения цели и траектории обучения является, конечно же, сам ученик. А педагог, он является таким наставником, помощником, но сегодня по определению педагог везде и повсюду успевать тоже не может и знать он тоже все стопроцентно не может. И как раз вот эта вот помощь, это наставничество сегодня играет огромную роль. И завершая еще раз вот на эти три вопроса, как, да, обычно я акцентирую внимание, важно ответить и формировать вот эту позицию понимания своей миссии, кто я, зачем я здесь и чего я хочу. Ну и здесь вы видите рекомендуемую литературу, здесь более подробно освещаются те вопросы, которые я сегодня рассматриваю. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Наталья Андреевна. Очень-очень много комментариев положительных. Спасибо за такую детализацию, за техники, которые вы озвучили. И у нас есть вопросы по выступлению. Татьяна Латынина отметила, что классическая школа устарела, а инновационная школа создает проблемы. Как же быть, где выход у педагога, как вы считаете? Да, действительно. Очень хорошее. Спасибо. Благодарю за вопрос. Ну, как я говорю, начинать надо с себя. То есть вот сейчас ситуация, знаете, я бы ее назвала неопределенностью действительно. То есть там устарели, здесь не знаем, куда идти, к чему идти. Начинаем с себя, с понимания того, что я человек и ученик тоже человек. Исходим, идем от его запросов. То есть вот знаете, такой небольшой пример, если, например, я, ну, не знаю, к примеру, как учитель истории, понимаю, что ребенок историю профилем не выбрал, да, и он там ЕГЭ тоже будет давать по какому-то другому предмету. Ну, тогда зачем я буду к нему какие-то завышенные требования предъявлять, понимая, что, да, он базовые какие-то представления имеет, и этого достаточно. Но он овладел способами, и если ему будет что-то необходимое и нужно, он это найдет. Все. То есть, да, вот не усиливать, не форсировать ситуацию, понимая, что, знаете, наверное, много лишнего того, что мы даем в школе, оно в жизни не пригождается, потому что жизнь, она настолько многообразная и многогранна, что, конечно, знание там базовых каких-то алгоритмов, там, формул по физике, математике, геометрии, это, конечно, классно, но счастье в итоге, да, глобально от этого, не только от этого зависит. Согласна с вами. Еще очень интересный комментарий, на мой взгляд, у Екатерины. Ей понравилась модель учителя-родителя-ребенок, но непонятно, как применять ее к себе, когда ты и родитель, и еще и учитель, и вот на своих детей отстраненно как-то смотреть не можешь, да, не можешь быть объективным, вот, как вы считаете в такой ситуации действовать? Мне интересно и актуально. Да, спасибо за вопрос, но у меня тоже двое детей, и вот у меня был момент, когда я действительно не могла выйти из роли учителя, дома, да, какие-то такие вот директивные моменты, они присутствовали, особенно со старшим ребенком, с младшим уже было по-другому. Но здесь, наверное, все-таки выходить из роли, выходить из роли, понимать, что дома я все-таки мама. У нас срабатывает, ну вот в силу, да, педагогической профессии срабатывают какие-то механизмы, когда мы начинаем, как мне, да, мои же сына говорят, ты как училка сейчас. То есть, вот разделять эти роли, да, вот здесь вот я все-таки мама, и как вот, ну, психологи, да, своих родственников, что называется, не лечат. Точно так же и я пришла домой, я прежде всего мама. И для меня что важно? Это мои любимые дети. Для меня важно взаимопонимание с ними, да, вот эти ситуации общения, доверие, взаимодействие. Все. И как только я переключилась, знаете, это навык, который вырабатывается с годами. я бы так сказала. Хорошо, да, будем применять. Екатерина Гамеза спрашивает, насколько корректно на онлайн уроке говорить ученику о его поведении и предлагать другой вариант поведения, более правильный для урока? Ох, сложный вопрос, но в зависимости, наверное, от ситуации, позиция учителя какая? Не опустить еще ниже, да, а что называется, приподнять. Здесь, в зависимости от ситуации, мы используем я-сообщение, как мне кажется, и если нет никакой реакции, я думаю, что весь образовательный процесс, урок не должен страдать, может быть, дать какое-то индивидуальное задание, может быть, я не знаю, объединить пару групп, чтобы он отплекся, сложно говорить, была бы конкретная ситуация, было бы понятней, но предлагать другую модель, но это мое мнение, вы можете соглашаться, может нет, все-таки нужно, потому что, ну, наша как бы миссия не опустить, а приподнять, но при этом не дать в обиду себя и окружающих, и предложить ту конструктивную новую модель, которую можно использовать, но если это быстро, то вот так, вот как-то так. хорошо, замечательный ответ, давайте дальше, Мария Лебедева спрашивает, такой вопрос, у нее кейс, ребенок очень часто разговаривает на занятии, рассказывает истории жизни, я думаю, у каждого, да, такой ученик встречался, как его остановить правильно, чтобы не срывал урок и не было директивно, как вы говорите? Здесь, скорее всего, ребенок с ярко выраженной гиперактивностью, как мне кажется, то есть, если он постоянно рассказывает истории, ему нужно вот это внимание, он привлекает, ищем, пробуем разные формы взаимодействия, здесь вот побольше групповой, групповой работы, где он лидер, где вы, рассматривая, изучая тот или иной материал, можете давать ему вот эту лидерскую позицию, для того, чтобы он не отвлекался на какие-то свои личные истории, а именно рассказывал этот материал, ему нужно внимание, он будет с удовольствием это делать, причем, можно почаще его, я не знаю, ну, доске мне слово не нравится вызывать, но тем не менее, да, вот, вот, работа с интерактивной доской, чтобы на него было внимание, потому что ему, видимо, еще в силу какого-то, каких-то личностных особенностей, не только гиперактивности, это важно, чтобы на него было это внимание направлено, через учебный процесс, через материал, разные формы, групповая, парная, и, собственно, он, знаете, как на пьедестале вышел, и кто-то рассказал, прям, давать ему на домашнее задание что-то, когда он там, в течение двух-трех минут на уроке обязательно он что-нибудь рассказывает и все его слушают, вот как-то так. Хорошо, да, давать микрофон, в общем, отлично. А еще есть вопрос от Галины Зорковой, если учителя уважают родители, то идея, то есть с детьми легче работать, а как же быть молодым педагогом? Тут еще отмечено, что Галина работает в поселке, где все знают друг друга. А вопрос, Мария, в чем, то есть как работать? Да, вот молодым педагогом, да, тут я думаю, что здесь прослеживается, что вот именно молодых педагогов сложности, да, именно с получением вот этого уважения. А со стороны родителей, да, имеется в виду? Да, да. Ну, как, то есть, понимаете, личные, мои личные границы, вне зависимости, там, молодой я, элистажист, то есть у меня своя определенная роль, свой определенный функционал, и исходя из позиции я человек, это тоже человек, да, у меня можно, ну, там, может быть меньше опыта в разы, но тем не менее, уважение никто не отменял. То есть, и причем, знаете, здесь, ну, это такая, как бы, две стороны одной медали. Если вы, как молодой педагог, демонстрируете уважение к родителям, вне зависимости, какие они, как бы они там вас не провоцировали порой, да, и разные ситуации не создавали, если вы можете уметь сохранять ровную нейтральную позицию и обозначать свои личные границы, это такой обоюдный процесс, так или иначе, уважение к вам постепенно, постепенно, но то, что точно будет, во всяком случае, личные границы ваши они точно нарушать не будут. Главное, сохранить ровное свое, такое, знаете, вот твердое эмоциональное состояние. Хорошо, да, это сложно, но нужно к этому стремиться. Отлично, спасибо. И последний вопрос, скорее совет, спрашивают, порекомендовать какую-то книгу, настольную книгу по практикам для сплочения коллектива, если это возможно. По сплочению коллектива, ну, это Газман, прежде всего, Олег Семенович Газман, я бы еще порекомендовала, это, знаете, не, может быть, только по сплочению коллектива, но про понимание особенностей разных возрастов. Когда мы их понимаем, младший это школьник, там, подросток, мы, используя вот эти моменты, можем действительно выстраивать конструктивное взаимодействие и объединять коллектив. Ну, из современников, я бы, конечно, порекомендовала Людмилу Владимировну Петроновскую. Она настолько четко дает особенности вот этих моментов взросления, что, понимая специфику, мы можем выстроить замечательный коллектив, там, с традициями, с, я не знаю, со всякими праздниками, ну, и, знаете, вот этим ощущением мажора, как говорил Антон Семенович Макаренко, конечно, его, безусловно, я рекомендую для того, чтобы коллектив был сплочен. Супер. Спасибо, Наталья Андреевна, просто куча комментариев и благодарности, и спасибо вам за выступление. А мы продолжаем и открываем четвертый блок и поговорим про стиль руководства. Те самые проблемы, с которыми чаще всего сталкивается педагог, это дефицит времени, огромное количество бумажной работы по проверке заданий, по составлению планов, по отчетности, и, конечно же, все это вызывает такое последствие, как регулярный, постоянный, напряженный ритм работы. И сейчас я хочу дать слово Владимиру Гориславицу, это методист, куратор отдела обучения школы Skyeng. Он расскажет нам, как мы можем использовать современные инструменты для того, чтобы разнообразить, во-первых, нашу деятельность, но и, конечно же, экономить время на подготовке интересных образовательных материалов. Владислав, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Да, здесь немножко я не Владимир, только я Владислав, но в любом случае все большое марш, что представила. Я, да, действительно, вам расскажу про то, как же нам бороться, собственно, с временным дефицитом, вот как раз тем, что нам действительно очень сложно работать, огромное количество времени, просто он занимает и подготовка заданий, и проверка, само собой, заданий, контрольных и так далее. Ну и, собственно говоря, вы, коллеги, тоже очень часто спрашиваете, да, один из основных вопросов, где мне вообще, в принципе, брать время вот на вообще на все, что мне здесь рассказывают. И здесь на помощь как раз нам приходят современные технологии. Я думаю, здесь никто не удивлен, особенно, кстати, очень большой прям толчок им дало вот пандемийное, скажем, время, потому что все как раз экстренно начали переходить в онлайн, ну и, собственно говоря, появились новые методы, да, работы с аудиторией, скажем так, на интернет-ресурсах. И вот как раз я бы вам хотел рассказать сегодня про мобильный помощник, каким образом мы его можем использовать в работе, в нашей, вообще, что это за зверь такой, да, откуда он появился. Вот, но прежде чем мы сами к этому моменту перейдем, чуть-чуть расскажу о себе, чтобы вы тоже понимали, кто я, собственно говоря, такой. Еще раз представлюсь, меня зовут Владислав, я являюсь экспертом по дистанционному обучению в онлайн-школе SkySmart, соответственно, помогаю также разрабатывать программы обучения для методистов в SkyEng, здесь и в SkySmart, да, чтобы на будущем и в будущем и коллеги тоже могли по ним работать. Также являюсь еще и куратором обучения методистов школ, соответственно, я обучаю людей, которые тоже в дальнейшем будут работать у нас, наиболее того, я являюсь ведущим вебинаров по адаптации для действующих методистов школы, чтобы, опять же, я мог собирать с коллег обратную связь, видеть, соответственно, какие материалы хорошие, какие не очень, что нужно доработать и так далее, поэтому, соответственно, если вдруг у вас будут какие-то предложения, вопросы и так далее, смело их задавайте в чат, собственно, вам буду отвечать на них. Я также, вот, модератор, да, мы, соответственно, здесь с радостью поможем, подскажем, ну, или, соответственно, что-то, возможно, возьмем себе на вооружение. Но, как, собственно говоря, пользоваться мобильным помощником? Во-первых, вы заходите в приложение на телефоне, если это Apple продукция, да, если это iOS, то это App Store, либо, если это Android, то, соответственно, это Play Market. Заходите, открываете, там набираете SkySmart, собственно говоря, как название, да, платформы, и у вас находится приложение. После того, как вы его скачали, вы в него заходите, и первая страница, что вас приветствует, это, соответственно, возможность взять либо учебник, либо выбрать номер задания конкретно в учебнике и так далее. Для начала разберемся с тем, как сфотографировать же задание, что, собственно говоря, мы здесь получим по итогу. Смотрите, у нас открывается вот такое вот окошко, мы его, соответственно, наводим у нас на страницу в нашем конкретном учебнике, в данном случае это пример для математики, либо, опять же, еще по некоторым классам есть геометрия. Вот мы, в общем, видим вот такую страницу, и слева внизу у нас есть возможность зайти в галерею. Это если, например, у нас ребенок куда-то уехал, на дачу, не знаю, отдыхать с родителями, мало ли, дать что еще, и у него нет просто учебника под рукой, он тогда может зайти в галерею, там запросить у друзей либо знакомых, чтобы он сфотографировал учебник, прислали эту страничку, ну и, соответственно, через нее открыть задание. Плюс также на этой странице можно включить фонарик, если вдруг необходимо. Здесь справа внизу, да, вот эта кнопка присутствует, и если вдруг у ребенка не получается задание сфотографировать, да, то есть вверху также справа кнопка «Найти задание по номеру». Собственно, здесь для того, чтобы задание можно было четко, точнее программа, чтобы могла бы четко определить, здесь все максимально просто. Помещаем в рамку всю страничку, у нас должен быть интернет при этом в доступе. Если все работает отлично, то у нас как вот на правом слайде, на правом, точнее, фотографии, да, самый крайний, загорится лампочка, что все отлично работает, и все, задание у нас появится. Если же у нас это сделать не получилось, нажимаем на кнопку по номеру, выбираем нам нужный учебник. Есть много вариантов, я в данном случае выбрал здесь непосредственно учебник Макарычева за седьмой класс по алгебре. Соответственно, вы его выбрали, и дальше у вас есть возможность выбрать необходимое задание. Классы на данный момент присутствуют с пятого по восьмой, а на данный момент нам три основных предмета, это русский, английский, математика, и для седьмого класса еще геометрия у нас присутствует. Учебники, в общем, там есть разные, то есть не только по одному на каждый класс, поэтому здесь смело заходите, проверяйте, соответственно, необходимые материалы смотрите. Если вдруг каких-то учебников не хватает, пожалуйста, смело нам тоже об этом пишите, мы будем добавлять. Но опять же, само собой, учебники, задания, весь, в общем, ассортимент будет со временем здесь расширяться. Вот, в общем, после того, как мы выбрали то, что нужно, у нас открывается вот такая картина, мы выбираем необходимое задание. Я выбрал, например, задание здесь 1026, оно находится здесь чуть ниже на страничке, оно выглядит вот таким образом. То есть здесь я вижу само уравнение, сам пример и, собственно говоря, задание. И если я это задание либо прорешал, либо я, например, не знаю, как его решать, или, может быть, просто я хочу себя проверить, я могу нажать на кнопку «Показать ответ», и у меня появится, собственно говоря, ответ. То есть я вижу здесь, что пара чисел x равно 1,5, y равно 4,2 является решением для вот этого уравнения. Соответственно, я могу проверить в своем домашнем задании, не ждать следующий день, пока там учитель проверит, соответственно, все у меня покажет, там распишет правильно, я решил или нет. Я вижу, ага, я решил верно, соответственно, там я молодец. Либо я решил неверно, значит, мне это надо задание перерешать. Если ребенок сталкивается с проблемой, что он вообще без понятия как-то задание решает, например, отстающий ученик, вот ему задали задание, как это выглядит в традиционных учебниках. Он учебник открыл, посмотрел, понял, что ничего не понял и закрыл. Я думаю, что, скорее всего, многие сталкивались с такими ребятами. Здесь как раз у них есть возможность посмотреть подробно это решение и посмотреть его свободно к своем темпе. То есть все равно, когда подходишь на перемене, после урока, во-первых, кто-то стесняется, во-вторых, не всегда время есть. Ну, в общем, здесь разные, есть подводные камни. Здесь ребенок в своем темпе все это может свободно открыть, посмотреть, без каких-либо ограничений для себя. Соответственно, подтянуть свою успеваемость. Вот, ну, я думаю, что здесь с этим моментом, скорее всего, понятно. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Поэтому, пожалуйста, здесь заходи, смотрите. Опять же, если вопросы есть, пожалуйста, пишите. Я чуть попозже на вопросы все отвечу, которые будут. Итак, с этим моментом, если мы разобрались, да, с помощником, то слева у нас есть в самом низу кнопка там «Задание». Мы нажимаем на нее. И тут мы видим абсолютно все задания, которые нам отправлял с интерактивного ресурса нашего, да, с интерактивной рабочей тетрадистской смарт-преподаватель. Соответственно, мы здесь видим абсолютно все, что нам нужно сделать и все, что мы сделали. Это вот соседняя вкладка. Сейчас чуть позже покажу, как она выглядит. И здесь даже если ребенок начал делать, например, еще не закончил делать задания, уже будут примерно показаны баллы. То есть ребенок может понять, что, например, ну, здесь мне как-то не очень хорошо, скажем так, дела складываются, мне необходимо, может быть, материал подтянуть. Либо он здесь занимается там своими заданиями, сам для себя провешивает. Но в этом случае ему тогда будет правильнее открыть вкладку, как разделанную, уже когда он закончил. И, соответственно, посмотреть, насколько успешно он со всеми этими заданиями справился. То есть он здесь будет видеть, сколько баллов он по итогу набрал. Он может эти задания открыть, ему платформа покажет, где какие ошибки он допустил. И, опять же, он может открыть потом помощник, посмотреть похожие задания по принципу решения, как они делаются. Да, напрямую с материалов, по которым он как раз занимается. Я считаю, что это очень удобный момент. Здесь, кстати, то, что все по нулям стоит, это я сам себе отправил задание, и, собственно говоря, к сожалению, не было времени не делать. Поэтому у ребят все здесь будет рассчитываться нормально, все окей. Ну что ж, я думаю, что здесь тоже, скорее всего, с этим моментом более достаточно все понятно. Следующее, что здесь также есть, это орфограф. Он находится уже справа внизу от вкладки помощник. Это тоже очень классная и полезная функция, которая ребенку поможет проверить его домашнее задание уже на орфографию. То есть, допустим, он решает ДЗ по русскому языку у нас, но не уверен, что там, как пишется. Он, соответственно, нажимает на этот орфограф, сканирует задание, платформа сканирует, соответственно, его лист, дальше выдает это все текстом и анализирует, насколько верно ребенок что написал, есть ли у него какие-то ошибки. В данном случае, как можно видеть, вот платформа прямо отдельно здесь выделила, что ребенок написал слово «строить» вместо слова «строить». То есть алгоритм ему это выделил классным цветом, ну и здесь, соответственно, сделал отдельную ссылку, что вот конкретно вот это слово неверно. Ребенок, соответственно, себя проверил, понял, что ему, например, правила определенно нужно подтянуть. Все, то есть, опять же, для детей огромный плюс. Я думаю, что здесь все согласятся, это очень удобный инструмент для самопроверки, как для самих ребят, так и, в принципе, для нас, потому что, возможно, в будущем это вообще позволит нам отказаться от проверки вот именно просто письменных заданий, где в начальных судьбных классах ребятам нужно просто переписать. Я думаю, здесь все согласятся по этому поводу. Но, опять же, в дальнейшем алгоритм будет развиваться все больше и больше, поэтому он будет распознать все более и более сложный почерк. У меня вот, например, он очень, не очень, как говорится, пяткой левой ноги я пишу, но тем не менее, алгоритм его благополучно вполне воспринимает. Ну и, в принципе, основной функционал мы здесь с вами разобрали. То есть это помощник, опять же, для математики, для геометрии для английского языка, либо орфограф, опять же, для русского языка. Вот, также есть еще одна вкладка, она находится в самой правой части, да, внизу. Если мы нажмем на нее, то здесь уже мы увидим общие пункты, то есть как раз написать в поддержку, какие-то вопросы, может быть, уточнить и так далее. И здесь есть еще пункт, который обычно всех очень сильно пугает подписка. Все, будут требовать денег. Нет, это так не работает. Платформа абсолютно полностью бесплатна, то есть по ней можно заниматься свободно. Но сейчас у ребят может появиться, вот если они одно задание открыли, потом открыли второе, может появиться вот такая страшная, как тем, что подожди, здесь необходимо задание там, посмотреть его через 150 секунд можно будет. Если не хочешь ждать, то заплатили. Это только на летний период. Объясню сейчас, для чего это так работает. Летом, скорее всего, будут заниматься ребята, у кого есть определенные проблемы с успеваемостью. И, соответственно, нам нужно, чтобы они задания поняли, а не просто списали. Поэтому, если преподаватель задает задание, ребенок посмотрел одно задание, его, соответственно, там, например, он решение просмотрел, чтобы сам алгоритм понять, открывает второе, и он не может просто подряд их все списать. Ему придется это задание какое-то время, хотя бы он успеет подумать над тем, как его сделать, и вполне возможно, что он справится с тем, чтобы сделать его самостоятельно, а не просто списать, как они делают, например, с тем же самым ГДЗ. И для того, чтобы затем во время учебного года не увеличилось время на выполнение домашнего задания, эта подписка, она, в принципе, будет убрана. То есть есть, что сейчас можно пользоваться свободно, просто это необходимо для того, чтобы ребята не списывали задание подряд, что в дальнейшем это никак на время не сказывается, сказываться для учеников не будет. Ну и, соответственно, после того, что 150 секунд проходит, появляется такая кнопка «Посмотреть решение». Все, мы ее, соответственно, благополучно нажимаем и видим, опять же, каким образом там можно это задание прорешать. То есть ребятам не нужно будет лишний раз вам писать, родителей, может быть, дергать, в ГДЗ, опять же, идти смотреть непонятно, при чем какое. То есть здесь, опять же, ребенок будет пошагово, все это видите, ему будет объяснено, зачем то или иное действие делается. Опять же, я считаю, что это удобно, но если в целом, опять же, плюсы подвести, какие здесь плюсы, опять же, для ученика у нас по итогу будут? Во-первых, это возможность самостоять на себя проявить. Опять же, лично у меня, у младших братьев зачастую появляется такая проблема, что они задание выполняют какое-то, потом его приносят в школу, у них в этот же день контрольная работа. Они думают, что все сделали правильно, я же его решить смог, значит, ответ верный. Оказывается, что домашнее задание он сделал неправильно, контрольную работу, как и так, он тоже написал на 2, на 3, ну, там, хорошо, на 4, если все звезды, так сказать, сошлись. То есть здесь такой проблемы нет. То есть ребенок может сам себя проверить, он все ответы по итогу, соответственно, увидит, да, верно он решил или нет. Либо, если же он с этим не разберется, то, пожалуйста, можно посмотреть, как все это хотя бы решалось, да, для того, чтобы он знал на контрольную, например, как эти задания решать. Плюс, опять же, повторюсь, здесь можно получить ответ абсолютно на любой пример, даже по которому нет просто идеи вообще, как же он решается, что, собственно говоря, с ним делать. Ну, и плюс третий момент, я думаю, что все в курсе, ребята очень прям активно интегрируются в геймифицированный формат обучения, то есть в интерактивный как раз, что там где-то на телефоне может быть, что-то там тыкать, нажимать. Но я думаю, все, скорее всего, видели подобные учебные форматы, когда вот материал непосредственно взаимодействует с ребенком. Ребята, опять же, это гораздо больше вовлекает, здесь ровно тот же самый формат. Поэтому, как показывает практика, опять же, ребятам заниматься с телефоном еще и хорошими делами, да, здесь прям все на плюсом только будет идти. Какие же плюсы у нас здесь основные для учителя? Во-первых, это, как я и говорил, автоматическая генерация домашних заданий, если мы, опять же, используем ресурсы интерактивной тетради, и автоматическая, опять же, проверка этих самых заданий, да, то есть ребенок может сам себя проверить. Задания, которые вы сгенерируете с платформы, они тоже будут автоматически проверяться платформой. Как раз вы освободите время на то, чтобы заняться либо там собой, своими делами, может быть, там, даже ребятам где-то помочь, да, дополнительный материал хоть разработать и так далее. Вот оно, пожалуйста, это экономия времени. Во-вторых, это повышение успеваемости учеников, опять же, как я и говорил, благодаря помощнику, благодаря его пояснениям, то есть даже отстающий ребенок может зайти, посмотреть там, как решать то или иное задание и разобраться с ним в своем темпе. Либо родителям даже будет проще гораздо ему что-то объяснить через вот тот самый помощник, потому что, опять же, как показывает практика, далеко не все родители знают, как задание решать, и прежде сами его иногда могут в ГДЗ посмотреть, не до конца понять. В итоге, соответственно, ни родитель не понял, ни ребенок, но вроде как задание сделано. Следующий момент, опять же, это, в принципе, общее повышение успеваемости ребят, потому что у них не будет, опять же, аргументов, что я не сделал домашнее знание, потому что я не понял, как его делать. Так это больше не работает. Соответственно, весь материал, все решения, ты можешь посмотреть все, ты можешь проанализировать, понять. Но на крайний случай, если уж совсем вдруг по какой-то причине ты ничего не понял, можно также уточнить у учителя, но, опять же, зачем, когда и так все объяснено. Ну и в целом, это еще использование цифровой образовательной среды. В обучении, опять же, я думаю, все слышали приказ от Министерства просвещения, которая говорила, что необходимо, чтобы все учителя владевали как раз постепенно возможностями использовать различные интернет-ресурсы, чтобы абсолютно все ученики с разных областей, с разными возможностями получали равное качественное образование. Пожалуйста, это, по сути, профессиональное развитие для вас тоже. Так что я думаю, что здесь все с этим моментом согласятся, что здесь, конечно, не все технологии качественно, скажем так, хороши, но, опять же, это я надеюсь, что вам очень сильно здесь как раз поможет. Так, может быть, по вопросам. Увы, от платных услуг мы вынуждены отказываться. Как я говорил, это абсолютно бесплатная услуга, подписка не работает. Я специально прям сделал на этом акцент, она не нужна. Так, где родители наберут денег? Не надо за них писать. Списать ответ, сама цель обучения. Я только что рассказал, что здесь задача не списать. Они не смогут списать, просто, да, не разбираясь, потому что им придется в любом случае ждать это время. Они, скорее всего, будут думать. По крайней мере, мы на это надеемся. И плюс более, там есть ход решения заданий. Соответственно, зачем ребенку списывать, когда он может понять. Так, нам очень нравится работа SkySmart, только мы используем бесплатную функцию, очень удобную для детей и для учителей. Да, большое спасибо за обратную связь. Опять же, повторюсь, читать интерактивное SkySmart, ровно как мобильный помощник, они бесплатные. За них не нужно отдельно доплачивать. Так, ну, в принципе, больше здесь вопросов я на данный момент не вижу. Да, хороший ресурс, большое спасибо. Опять же, как я и говорил, люди спокойно пользуются, за него не нужно платить отдельно. Да, Мария, может, у вас вопросы есть? Да, Владислав, спасибо большое. Очень все понятно, интересно. Дети сейчас скачивают приложение помощник в том числе. Им нравится заниматься по нему красочно, очень функционал понятный. Ну, давайте тогда перейдем к следующему спикеру. Владислав, спасибо. Я слово хочу дать Дарье Сергеевне Сердюк. Дарья является методистом школы, онлайн-школы SkySmart и экспертом по дистанционному обучению. Дарья нам расскажет о возможностях экономии времени и других функциях, которые доступны преподавателю. Дарья, вам слово. Да, коллеги, всем добрый день. Я с радостью подхватываю слово Владислава и тоже вам расскажу сегодня, как экономить время и как делать так, чтобы режим работы напряженный так был не таким напряженным, и чтобы было попроще с этим совсем справляться. Но перед этим тоже немного расскажу о себе. Как уже Мария верно отметила, меня зовут Дарья. И вся моя деятельность связана со SkyEng и SkySmart. Я являюсь тренером по адаптации и развитию сотрудников в SkyEng и SkySmart. И кто не знает, напомню, что SkyEng – это общее направление. SkySmart – это уже детское направление, где, соответственно, все, кто до 18 лет, относится к SkySmart. Так вот, как тренер по адаптации и развитию, я, соответственно, занимаюсь адаптацией и развития сотрудников. И в поле моей деятельности входит не только развитие hard skills или soft skills, но как раз-таки борьба с выгоранием, с дефицитом времени, с напряженным ритмом работы. То, что встречается каждый день повсеместно и с чем мы успешно пытаемся бороться. И коллеги сегодня тоже вам очень много об этом рассказали. Также я разрабатываю программы обучения для методистов в SkyEng. Моя задача сделать так, чтобы методисты были максимально подкованы, в целом прокачивали свои навыки. Ну и помимо разработки программ я еще обучаю также методистов и являюсь старшим куратором по обучению методистов в SkyEng и SkySmart. И как эксперт по дистанционному обучению расскажу вам сегодня об особенностях интерактивной тетради, о том, как ее использовать и как экономить время на то, чтобы были выходные. Сегодня в чате тоже обратила внимание, что много переживают преподаватели по поводу того, что просто не хватает даже выходных для того, чтобы со всеми делами разобраться. Сегодня посмотрим, как можно спасти выходные и как сэкономить время. Если так получилось, вы совсем ничего не знаете про тетрадь SkySmart, я вам вкратце расскажу. В принципе, название само за себя говорит. То есть это интерактивная рабочая тетрадь. В тетради SkySmart есть задание школьной программы, однако на этом контент и вообще возможности интерактивной тетради не заканчиваются. Также есть тренажеры по ОГЭ и ЕГЭ, то, что на сегодняшний день очень сильно актуально и то, что беспокоит всех. Ну и всевозможные марафоны, олимпиады. Об этом тоже расскажу сегодня чуть подробнее, но чуть-чуть попозже. Что еще важно? Важной особенностью тетради SkySmart является то, что весь контент соответствует в ГОС. И сейчас очень много материалов, очень-очень много контента вообще в интернете, и поэтому каждый материал, каждое задание буквально нужно проверять, соответствует оно стандартам или не соответствует. Ну, потому что если нет, то оно становится бесполезным, и такое задание мы использовать не будем. Когда все в одном месте, весь контент, и вы понимаете, что можно контенту доверять, можно доверять тому, как он составлен, можно его спокойно брать, не переживать. Сохраняется эмоциональный ресурс, сохраняется временной ресурс, то есть это тоже очень полезно. Также есть автопроверка, система антисписывания и вариативность заданий. Эти особенности я сегодня покажу вам конкретно на примере, как это работает в тетради. Это тоже те особенности, которые вам помогут сэкономить время, немного разбавить напряженный ритм работы, особенно в конце года. То есть это тоже такой немного больная тема. Конец года, 27 мая сегодня, я думаю, что, в принципе, все понимают, что под конец года всегда ритм и так напряженный становится еще напряженнее. Ну и с технической стороны тоже есть плюсы у тетради SkySmart. Во-первых, работает с любого устройства, и когда я говорю с любого, я имею в виду абсолютно с любого, и все задания отправляются в один клик. Тоже дают дополнительные возможности, и, в принципе, можно делать в любое время, в любом месте и с любого устройства. К тому же эффективность и полезность в тетради уже оценили более 90 тысяч учителей из 85 регионов. Эта цифра постоянно увеличивается. Я надеюсь, сегодня, кто еще не с нами, тоже к нам присоединится и поможет эту цифру сделать чуть больше, а свою жизнь чуть проще. Ну и уже более 10 миллионов выполненных домашних заданий. У нас стоит именно более 10 миллионов, потому что оно увеличивается на данный момент. Мне кажется, прямо сейчас есть ученики, которые делают домашние задания в тетради. И им это очень удобно. Ну, к тому же есть благодарность от Министерства цифрового развития Российской Федерации. И SkySmart включено в онлайн-навигатор по лучшим цифровым практикам дистанционного обучения. Владислав говорил уже сегодня, что эффективность и полезность SkySmart очень сильно показала себя во время пандемии. Вот, в принципе, Минпросвещение Российской Федерации с этим абсолютно согласны. Что еще важно отметить? Когда мы говорим интерактивно, то чаще всего в голове автоматически мысль «Да, хорошо, здорово, но все, что это ваш интерактивный онлайн, уже может быть неактуально в скором времени, потому что мы возвращаемся в оффлайн, и, в принципе, кажется, что делать тогда с онлайн-материалами?» Ответ простой. Использовать их точно так же. Если в классе есть интерактивная доска, больше ничего не надо. То есть, в принципе, вы точно так же сможете использовать с SkySmart, либо, если хочется простроить групповую работу с учениками, можно отправить им задания на смартфоны, они в группе будут их спокойно делать, либо там на планшеты, либо, если это в компьютерном классе, то, в принципе, с компьютеров задания выполнять. То есть, несмотря на то, что интерактивность и онлайн, кажется, что все зациклено на Zoom, или просто вот онлайн перед компьютерами, и все, шаг влево, шаг в право, расстрел. Нет, точно так же в классах оффлайн можно этой тетради пользоваться. Напомню вам, что если какие-то вопросы возникают, чат открыт, пожалуйста, пишите, для того, чтобы мы все успели обсудить. А мы с вами сейчас вместе попробуем запланировать, точнее, первое задание. Вам модератор в чат отправит ссылку на интерактивную тетрадь, и мы с вами сейчас вот в таком интерактивном формате попробуем вместе сделать задание. Пока перехожу, пока все загружается, отмечу, что вообще использование интерактивных материалов значительно упрощает работу преподавателю, и, к тому же, упрощает работу ученикам тоже. Но экономит очень большое количество времени и дает возможности это высвобожденное время потратить на что-то личное, полезное и так далее. Итак, вы сейчас, если открыли ссылку, вы попадаете на главную страницу. Если еще не открыли, то открывайте, пока пусть загружается. Мы сейчас с вами зайдем в личный кабинет на странице интерактивной тетради SkySmart. Вам нужно найти синюю кнопку «Войти». Она должна быть в правой части сверху. Возможно, она будет где-то с левой стороны, но не пропустите. Кнопка «Войти» одна. Нажимайте. Если вы уже зарегистрированы, то спокойно заходите в личный кабинет. Если еще нет, то не беспокойтесь. Процедура регистрации максимально простая, она у вас меньше минуты займет. Просто вводите данные, нажимаете «Зарегистрироваться», ждете 2 секунды, даже меньше, и попадаете в личный кабинет. Но у меня есть мой собственный личный кабинет, поэтому я зайду в него. И что мы здесь видим? Мы видим, во-первых, все классы, все задания, которые уже сделаны или которые отправлены на проверку. Но нам пока это неинтересно. Пока мы с вами вместе создадим задание. Ищем желтую кнопку «Создать задание». Важно отметить, что интерфейс вообще интерактивной тетради максимально понятный, и не надо тратить много времени и сил на то, чтобы в нем разобраться. И хотя бы казалось, это какая-то мелочь, но когда вам нужно сделать задание, их очень много надо сделать и отправить, а вы просто не можете найти кнопку, где создать задание, ну, уже, наверное, на 15-й минуте поиска случается маленький взрыв в голове эмоционально, и уже не хочется ничего делать. Поэтому разработчики тетради все предусмотрели. Вот, пожалуйста, большие кнопки, везде все написано, нажимайте и пользуйтесь. Выбираем «Создать задание». Смотрим, здесь есть несколько категорий. Школьная программа, подготовка к экзаменам, марафон победы и современные профессии. Современные профессии, я чуть позже расскажу, что это такое. Пока оставим интригу, потому что это очень интересная олимпиада. Но смотрим школьную программу. Здесь есть все предметы основные, то есть здесь математика, геометрия, химия, что угодно. И если мы выберем любой класс, то видим, что здесь есть два типа контента. Во-первых, те рабочие тетради по учебникам, которые вы используете, и авторский контент SkySmart. Если говорить об использовании контента, то я как раз рекомендую использовать авторский контент, потому что, во-первых, он, как я уже говорила, весь создан по ФГОСу, то есть по всем стандартам. Не надо ломать голову, подойдет этот материал или нет. Точно подойдет. К тому же нет ГДЗ. И круглосуточно в свободном доступе задания можно выполнять. Если мы говорим про основные материалы, которые вы используете, то тут есть ограничения с 8 до 4. В авторском контенте таких ограничений нет. Однако мы сейчас не будем смотреть подробно школьную программу. Вы зайдете, у вас возможность будет вообще все прокликать, отправить задание даже ученикам, попробовать вместе его использовать. Мы посмотрим подготовку к экзаменам. То, что сейчас болит, горит, и то, что сейчас самое актуальное на сегодняшний день, это подготовка к экзаменам. Выбираем предмет. Давайте выберем любой. Пусть будет, например, физика. И мы видим здесь тоже два типа заданий. Во-первых, тренажер ЕГЭ в формате реального экзамена. Это значит, что если мы выбираем тренажер и создаем его, то автоматический набор задания, как обычный экзаменационный вариант, отправляется ученику по ссылке. И, соответственно, просто 3 часа 55 минут ученик решает вариант экзамена. А если задача не дать, точнее, дать тренажер, но не просто, чтобы прорешать весь вариант, а дать какое-то конкретное задание, то мы выбираем обычный тренажер ЕГЭ. На его примере как раз давайте посмотрим. Выбирайте упражнение. И здесь есть разные форматы, разные, точнее, задания и темы заданий. Кинематика, динамика и так далее, и так далее, и так далее. Давайте на примере динамики посмотрим. Вот закон Ньютона. Если кто-то не учитель физики и со школьной программы не очень помнит, то как раз сейчас посмотрим закон Ньютона. Есть два типа заданий и большое количество вариантов. Разумеется, прежде чем задание посмотреть, точнее, прежде чем задание отправить, его необходимо посмотреть. Ну, это логично. Важно понимать, что мы отправляем ученикам. Через кнопку «Посмотреть» – еще раз покажу, где она находится. Через «Посмотреть» мы увидим, что это за задание. То есть вот она задача. Нужно здесь посчитать. Тут вот сила, ускорение. Что отвечает ученик? Считает, смотрит и думает. Ну, давайте пусть будет 4. Неправильно. Как я поняла, что неправильно, колба рядом с ответом закрасилась красным. Что думает ученик? Решает еще раз, вспоминает. Думает, может быть, 1? Тоже неправильно. Может быть, 9? Тоже неправильно. И смотрите, на определенном этапе появляется ключ. То есть когда уже решение превращается в угадайку, есть ключ, который можно нажать, и будет правильный ответ. То есть 1,25. Очевидно, ответы 4, 1 и 9 совсем были неправильно высчитаны, и никаких вариантов не дали. Таким образом работает тетрадь глазами ученика. Вот я получила задание, вот я ответила неправильно. В итоге, окей, есть правильный ответ, я могу еще раз пересчитать, проверить, откуда такие цифры. Однако, если я решила, что ну ладно, это неправильно, пусть она так и остается, варианты, которые я перебирала, они остаются. И учителю они точно так же будут видны. И учитель увидит, как раз это то преимущество, которого нет в оффлайн формате. В оффлайн, если ученик написал и сдал, мы не знаем, сколько раз он гадал, стирал там штрихом, чего-то там калякал и снова пытался переписать. Мы здесь видим фактически, какие ответы были, насколько они близки к оригиналу. И, допустим, если бы тут был ответ 2, например, ну мы понимаем, что может быть какие-то погрешности в расчетах, или 1,3 я решила округлить, ну вдруг, например, если я ученица, то здесь мы видим, что ответы вообще далеки от правильного. Ну и здесь можно сделать вывод о том, что тема у меня не усвоилась. И второй тип задания. Здесь мы видим, что здесь есть график, ну и, соответственно, тоже нужно посчитать, посмотреть и какой-то ответ нести. Ну давайте пусть будет ответ 6. Тоже неправильно. И Дарья не учит физик, плохо очень знает. Давайте напишем 24. Опять ничего-ничего неправильно. Появится ключ, можно будет посмотреть. Либо, если таки она посчитает правильно, здесь появится правильный ответ. Хорошо. Увидели задание. Понравился первый тип. Давайте разберемся с формулой, потому что задание важное, главное там не ошибиться. И вы видите, здесь есть такой значок, который показывает, что задание защищено от списывания. Это значит, что этого задания есть целых 20 вариантов. И если мы здесь выбираем, допустим, цифру, ну давайте 20 максимально, 20 упражнений, это значит, каждому из учеников по ссылке, которую вы отправите, прилетит 20 упражнений. То есть вы буквально сейчас за 3 минуты дали по 20 упражнений всему классу. Сами, я думаю, очень легко посчитать, сколько это получается экономии по времени. Не надо дополнительно сканировать, загружать, что-то там пересылать, отправлять, следить, чтобы случайно никому не повторилось. 20 упражнений. Вы просто нажали на плюс нужное количество раз, 20 упражнений готово. То есть тут уже, с одной стороны, экономия времени, с другой стороны, экономия опять оперативной памяти, которая должна фиксировать. Так, вот Дарья Сердюк, я отправила вот это, вот этому человеку я отправила вот это. Главное не повторить. Несколько щелчков мыши, и все, у вас 20 упражнений готово. И давайте зададим эти 20 упражнений классу. Вы тут же видите, сколько минут это упражнение займет. Опять-таки вручную ничего считать не надо, тут все готово, уже система посчитала. Нажимаете «Далее». Мышка у меня убежала. И можно добавить защиту от списывания. Чуть-чуть я рассказала уже про эту защиту от списывания, сейчас расскажу чуть подробнее. Однако первое, что важно сделать и полезно, это переименовать. Каким образом мы это сделаем? Напишем задание, допустим, для… Ой-ой, секунду. Это будет задание для 11-го А. Мы сохраняем это задание. Защита от списывания. Указываем дату, когда надо закончить задание. И если, например, 31-го мая у нас урок по физике, и надо, чтобы все из 11-го А его сделали, мы им поставим ограничение 30-го. Да, это воскресенье, но вам не надо будет проверять это задание. Вы просто будете знать, что в воскресенье, 30-го мая, они точно все сделают. Ну, потому что у них стоит ограничение. У них не будет вариантов других. 31-го мая, в понедельник вы приходите, у вас уже все домашнее задание проверено. Вот вам, пожалуйста, освободилось время на выходные помедитировать, встретиться с друзьями или просто выйти на улицу, посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом. Просто исключительно на том, что они точно выполнят срок, и автопроверка тетради сделает все за вас. Также можно ограничить время. У нас есть 40 минут. Если нам нужно создать именно ситуацию такого реального, экзаменационного какого-то режима, то мы 40 минут им на это и дадим. Не минуты больше. Не будет времени найти ответ, не будет времени спросить одноклассников, даже не будет времени воспользоваться мобильным помощником, о котором рассказал Владислав. 40 минут, 40 минут, все, больше некуда. То есть есть время исключительно на то, чтобы задание выполнять. Либо, если, допустим, у нас более свободный режим, то, ну, пожалуйста, можно дать и 100 минут без проблем. И еще один вариант – не показывать правильные ответы. Вы видели, как выглядит задание глазами ученика. То есть если я ошибаюсь, колба подкрашивается красным, иногда ключ высвечивается, что, ну, давай я уже тебе подскажу, как правильно. Если вы выбираете этот блок, ответы правильные не будут показаны. Все. Ну, то есть как сделали, так сделали. Создаем задание, ждем 2 секунды, оно готово. Опять-таки избавляем себя от необходимости рассылать по почтам, что-то загружать, PDF-формат, фотографировать. Два клика, задание готово. Все, время на решение 1 час 40 минут. Вы можете переименовать. Например, вы решили, что это будет не для 11-го А, а для 11-го Б. Ну, вот, давайте так. Задание для 11-го Б. Копируйте ссылку, отправляйте ученикам. Все. Куда удобно. Там у вас чат во ВКонтакте, WhatsApp, электронный журнал, то есть где у вас вообще ведется коммуникация. Отправили задание, все готово. Они только сделают его. И как только они задание выполнят, у вас сразу будет анализ. То есть система посчитала, сколько баллов, какая оценка. Вы посмотрели, где ученик ошибся. И опять-таки для учителя есть правильный вариант ответа. То есть вы наводите, ага, вот, ссоры. Дарья написала с одной, с надо было с двумя. Вот в чем ее ошибка. Вам осталось лишь проанализировать. То есть тут тоже несложно посчитать. Или вы просто открываете, смотрите, где какие ошибки, и думаете, какое задание подобрать в следующем. И не искать его, а брать сразу из интерактивной тетради. Благо тут задание вообще на все темы экзамена есть. Или вам надо бы вручную найти работу с Редюк Дарьи из других работ, посчитать руками, посчитать, сколько баллов, вывести, сколько это оценка. Намного проще, когда все делают за вас, и все считается в таком интерактивном формате. И еще есть полезные ссылки в интерактивной тетради. Вы можете посмотреть вебинары, регистрироваться на следующие и смотреть, какие уже прошли. Однако еще более интересная вкладка, даже интереснее, чем задание, это вкладка Олимпиады. Здесь проходят постоянно различные Олимпиады. Часть из них уже завершена. Но та Олимпиада, которая идет сейчас, называется современной профессии. Это Олимпиада для школьников с 5 по 11 класса, в которой они узнают о профессиях посовременных и которые могут помочь вам и вашим ученикам выиграть очень классные призы. Учитывая, что вообще проблема проф вот этого всего информирования и профориентации очень важна, с 5 класса уже детей на это настраивают, то в Олимпиаде рассказывают о различных профессиях, начиная от реставратора картин, заканчивая инженерами виртуальной реальности, то, что сейчас тоже на высоте и то, что сейчас очень ценится. Рассказывают об особенностях профессии. И в целом Олимпиада очень интересная. Я очень рекомендую ученикам отправить ссылки. Как это сделать? Вот у вас есть окошко. Копируйте ссылку, отправляйте ученикам, и все. Тут тоже от вас дополнительно заводить какие-то карточки, регистрировать каждого ученика не надо. Отправили ссылку, ученики зарегистрировались. И до 27 июня они очень активно знакомятся с профессиями и выполняют задания. Для них это интересное какое-то путешествие, интересное погружение в разные профессии. Они получают баллы для себя и, соответственно, для вас. Эти баллы складываются из баллов всех учеников. И 30 июня будут подведены итоги, где можно выиграть очень классные призы. Призовой фонд тоже есть на странице, вы это все увидите. Есть призы для учителей и для учеников из трех категорий. То есть очень классная олимпиада, настоятельно рекомендую в ней участвовать, потому что до 27 июня, еще до 30 даже июня, есть целый месяц. Поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы призы эти получить. И логичный вопрос. Понятно, вот для пятых-одиннадцатых классов, что же делать ученикам начальной школы? Сейчас немного инсайдерской информации, поэтому у вас будет преимущество перед теми, кто этого еще не знает. У нас запустится продукт, который будет являться чтением, соответственно, для учеников. Как раз для учеников с первого по четвертый класс, для тех, кто только вступает на этот сложный путь обучения вообще по всей школьной программе, будет возможность летом читать тоже в интерактивном формате. У вас будет возможность выдать им эти задания, чтобы они летом тоже были вовлечены, в принципе, в образовательную деятельность. Для них это не будет привычным, то, что вызывает отторжение, ну, просто потому что привыкли, что читать скучно, неинтересно. Интерактивные занятия, интерактивный формат. Вам это поможет на дальней дистанции, когда осенью вы придете, а у вас ученики были примерно в процессе обучения все лето. Их не надо будет весь сентябрь собирать, напоминать им, что уже все не лето, уже пора учиться. Они не будут настолько разболтаны и расшатаны, и вы себе очень много эмоциональных ресурсов сохраните. В принципе, это основные моменты, которые важны понимать про тетрадь SkySmart. И сегодня от меня вам два совета. Первый совет, учитывая, что конференция у нас онлайн идет уже очень долго, пожалуйста, выпрямите спину. А второй совет – регистрируйтесь в тетради, регистрируйте туда учеников, ну и, соответственно, получайте классные призы и используйте их, чтобы экономить время и немного разбавлять ритм работы. Если есть какие-то вопросы, то я готова ответить. В целом, Дарья, все вопросы ответили. Это часть модератор, часть, Дарья, вы сами ответили. Спасибо огромное. На самом деле очень интересные, красочные материалы по различным олимпиадам. И летом у нас тоже планируется еще дополнительно различные активности для учеников, для того, чтобы летом они тоже не забывали об учебе. Спасибо, Дарья. И мы переходим к последнему блоку. Мы с вами поговорим, как же нам в условиях такой напряженной работы справляться с психоэмоциональным напряжением. И для этого для нас выступит прекрасная Евгения Олеговна Боровенникова, победительница конкурса «Учитель года» в Калининградской области, также учитель-дефектолог и специалист по коррекционной педагогике и психологии. Евгения, вам слово. Рады вас видеть. Да, здравствуйте, Мария. Здравствуйте, коллеги. И мы с вами начинаем работу над стрессом, наверное. Спасибо, Дарья, за предыдущее выступление. И сейчас я бы сказала, что мы, наверное, будем… Мы много говорили про интерактивную тетрадь, а сейчас мы поговорим про нас, про то, как мы живем, и как нам работать в таких тяжелых, наверное, иногда тяжелых условиях. И, может быть, мои какие-то рекомендации будут вам полезны. Собственно, моя тема – методы и способы снижения стресса. И Мария уже сказала про меня. Я также являюсь корпоративным психологом Skyeng, а именно провожу консультации для преподавателей Skyeng. Это одна из таких преимуществ работы, наверное, Skyeng. Я также являюсь ведущим методистом по русскому языку в интерактивной рабочей тетради Skyeng. Ну что, давайте поговорим про то, чем мы будем сегодня заниматься. У нас три раздела. Мы разберем, что такое стресс. Следующий раздел – как наш организм реагирует на стресс и как мы можем с этим бороться, как снижать уровень стресса в организме. Что же такое стресс? Стресс – это реакция, это состояние психологического и физического напряжения организма в ответ на внешнее воздействие. Что-то случилось с вами, и ваш организм реагирует на это. Так как человек очень сложное, собственно, существо, и наша психика и наше тело работают единым организмом, и то, и другое, в общем-то, реагирует на какой-то фактор. Причем это не обязательно может быть фактор, который случился. Это может быть какая-то монотонная продолжительная деятельность. Стресс, с одной стороны, полезен, потому что он помогает адаптироваться нам к нашей изменчивой среде. Это эволюционный фактор. Но, с другой стороны, если мы со стрессом не будем работать, это может быть причиной отрицательных последствий для здоровья. Мы об этом еще поговорим. Стресс у нас, в общем-то, делится на два типа. Первый тип – это системный, если это какое-то физическое воздействие, когда что-то воздействует на ваше тело. И психический тип – когда что-то воздействует на вас, на ваш характер, на ваши эмоции. Но важно понимать, что когда стресс на эмоциональном уровне, он, тем не менее, влияет и на ваше тело тоже. Из распространенных причин, я здесь не буду очень подробно останавливаться, но мы, в общем-то, можем сказать, что здесь есть как личностные причины, личностные, мезличностные, очень какие-то серьезные происшествия в вашей жизни. С одной стороны, с другой стороны, перегруженность, недостаток отдыха, недостаточность ресурсов для восстановления и напряженность, которая связана с новизной и неизвестностью. Мы, конечно, все с этим столкнулись, когда у нас была пандемия, и в состоянии абсолютной неизвестности. И психологи отмечают, что повысилось на 300% количество обращений по поводу вот этого запроса про новизную и неизвестность. Так что давайте справляться вместе. Стрессы различают также по мощности. Стрессы бывают большой силой, когда они охватывают огромное количество людей. В каких-то странах мы все знаем, когда это бывает. И это, естественно, стресс такой более общественный. И стресс малой силы. Но я бы не сказала, что это сила малая. Это скорее про то, что это ваш личный стресс. И очень важно не оставаться в одиночестве, если с вами что-то случилось. Мы сейчас разберем три стадии стресса и поговорим о том, как этот стресс продолжается. Первая стадия – это стадия тревоги. Вы становитесь более чувствительным к раздражителям каким-то организмам. Вот знаете, как что-то случилось, и все приводится в боевое положение. Мы, как крепость, если что-то случается, не знаю, в нашей крепости поднимается мост, и мы стараемся защититься от каких-то захватчиков. И в этой фазе скорее положительное влияние на человека стресс имеет. Он его мобилизует. Человек становится более работоспособным, мыслит ясно и четко. Но наступает следующая стадия – адаптация организма к стрессовой ситуации. На борьбу с раздражающим фактором бросаются ресурсы. Если не помог наш мост, человек на крепость начинает нападать, и нам нужны воины, чтобы защищаться. И в этот момент вы выходите на пик ваших возможностей. Но и силы, которые вы тратите на адаптацию, на борьбу, они очень быстро уходят. Третья стадия – стадия стресса – это истощение. Если мы потратили все, что мы до этого использовали для борьбы со стрессом, у организма начинается стадия истощения. И на этой стадии человек очень часто не может справиться самостоятельно. Ему уже нужна помощь специалистов. Так вот, все три стадии – это вот про долгосрочный, про хронический стресс. И стрессы краткосрочные не так нам опасны, но вот долгосрочный стресс опасен очень. Как наш организм реагирует на стресс? Мы уже говорили о том, что мы биологическая система. Мы не просто, не знаю, мозг на ножках. У нас очень много всего, и в данном случае скелетно-мышечная система. Что происходит в нашей скелетно-мышечной системе? Начинается под воздействием хронического стресса, начинается напряжение. Головные боли, мигрени, зажимы. И если это продолжается, да, и вот скелетно-мышечная боль в пояснице и в верхних конечностях бывает связана со стрессом. Так вот, если это продолжается, то скелетно-мышечная система, может быть, даже возникают какие-то хронические заболевания. Легочная система. У нас здесь респираторные симптомы. Стресс вызывает отдышку, стресс вызывает учащенное дыхание. Если у вас есть склонность к респираторным заболеваниям, то они могут усугубиться под воздействием стресса. И также вплоть до того, что могут спровоцировать астму. И учащенное дыхание, гипервентиляция легких, может даже вызвать приступы паники. Стресс вреден. В эндокринной системе у нас есть ось гипоталамус, гипофиз и надпочечники. И если мозг инициирует какую-то реакцию, то наши надпочечники вырабатывают стероидные гормоны, глюкокортикоиды. В их числе такой довольно известный гормон стресса – кортизол. В сердечно-сосудистой системе. Так как у нас вырабатывается кортизол, и он также влияет на сердечно-сосудистую систему, и могут быть долгосрочные проблемы с сердцем, с кровеносными сосудами. Постоянное учащение пульса, повышение уровня гормонов стресса сказывается на организме. Увеличивается риск гипертонии, сердечного приступа или даже, не дай бог, инсульта. И воспаление. Стресс и воспаление связаны. Уровень холестерина также может измениться, повыситься от стресса. И очень вкратце расскажу вам, что стресс затрагивает желудочно-кишечный тракт, нервную систему и мужскую и женскую репродуктивную систему. Как мы видим, стресс затрагивает, собственно, все наше тело. Поэтому очень важно искать способы снижения уровня стресса. Я бы хотела с вами провести такое интерактивное, наверное, тестирование. У нас здесь 15 вопросов. Ваша задача – ответить «да» или «нет» на эти вопросы и потом посчитать количество «да», которые вы ответили. Я вас не призываю в чат делиться вашими результатами, но если вы… мы потом дальше разберем результаты, да, и если ваши результаты вызывают тревогу, ну, вы знаете, что, в общем-то, нужно принимать какие-то меры. Первый вопрос. Мы говорим сейчас о нашем текущем состоянии, да, преобладании негативных мыслей, да или нет. Вы отмечаете у себя «да» или «нет», и мы так идем по всем 15 вопросам. Трудность сосредоточения. Ухудшение показателей памяти. Постоянное и бесплодное вращение мыслей вокруг одной проблемы. Повышенная отвлекаемость. Потеря аппетита или переедания. Возрастание ошибок при выполнении привычных действий. Более быстрая или наоборот замедленная речь в сравнении с тем, что обычно с вами бывает. Дрожание голоса. Увеличение конфликтных ситуаций на работе или в семье. И здесь беспокойство, повышенная тревожность. Подозрительность, мрачное настроение, боли в различных частях тела, неопределенного характера, да, когда вы не знаете, откуда они происходят. Главные боли. Повышение или понижение, возможно, резкое артериального давления, если на это нет каких-то, да, известных вам медицинских причин. И нарушение процессов пищеварения. Как нам интерпретировать наши результаты? Если вы ответили от одного до двух ответов «да», то, скорее всего, признаков стресса у вас не обнаружено. Если вы ответили три или четыре ответа «да», то стресс у вас умеренный, возможно, краткосрочный. Если вы ответили пять-шесть ответов «да», то мы уже здесь видим усиленный стресс. Если у вас больше семи ответов «да», стресс ярко выраженный, возможно, хронический, вам срочно нужно принимать меры. В зависимости от того, собственно, какие результаты вы получили, этот тест, конечно, не претендует на какую-то стопроцентную объективность, но он может приблизительно измерить уровень вашего стресса нынешний. Так вот, в зависимости от результатов, собственно, нужно со стрессом бороться, если вы выявили, что ваш результат достаточно высокий. Первое, что хотелось бы рекомендовать в борьбе со временем – это управление. Человек, который может управлять временем, испытывает меньше стресса. Вот смотрите, мы разберем на примере учителя, который работает с нагрузкой 18 часов в неделю. Цифры, конечно, приблизительные. Я, наверное, по своему опыту их писала, возможно, у кого-то есть какая-то разница, но в целом, смотрите, у вас от 5 до 15 часов на подготовку к уроку, 1-2 часа на проверку тетрадей, 3-4 часа на дополнительные школьные активности. Мы знаем, что их всегда очень много. Примерно час на ежедневные сборы в школу. У кого-то, возможно, еще вот до 2 часов времени, чтобы доехать до работы. Это время уже использовано. Не считайте его свободным. И время свободное ищите, ну, как бы в другом месте. Что поможет управлять временем? Очень помогают чек-листы и списки дел. Помогает также умение расставлять приоритеты в череде дел. Вы знаете, по личному примеру, я это делаю ежедневно, рано утром, до работы, понимая, какие у меня дела, какие дела нужно сделать раньше, какие потом, что, может быть, подождет. Очень полезные приложения для трекинга времени. Они все доступны для скачивания, для установки на мобильный телефон. Очень важно структурировать ваши задачи. Если у вас очень крупная задача, очень часто большие крупные задачи вызывают стресс. Если вы большую крупную задачу разделите, ну, например, участие в каком-то конкурсе или участие детей в Олимпиаде, если вы разделите крупную задачу на более мелкие задачи, вы будете меньше стресса испытывать, потому что ваш мозг будет думать, что это достижимо. Нужно пилить слона. Фиксируйте ежедневно сделанные дела и обязательно, обязательно похвалите себя за них. Вообще привычка хвалить себя за сделанные дела очень помогает снижать уровень стресса. Это можно делать вечером. Мы все очень-очень много работаем. Мне кажется, важно себя хвалить за то, что мы делаем. Улучшение качества сна. Казалось бы, это очень такая вот примитивная, что ли, тема, с одной стороны. С другой, вы не представляете, какие великолепные результаты, каких великолепных результатов достигали учителя с КАЭН, когда они следили за качеством своего сна. Нужно до девяти часов, чтобы высыпаться. Комната должна быть темная, прохладная, хорошо проветриваемая. За час до сна, внимание, нужно отключать все гаджеты. Это касается и телефонов, и планшетов, и телевизоров. Займитесь чем-то другим. Попробуйте отключиться от информационного потока. Не пейте кофе и другие возбуждающие напитки после семи часов вечера. Проверьте расположение кровати. Вот это сейчас не очень актуально для лета. Но зимой нельзя спать головой к батарее. Это очень вредно. Соблюдайте распорядок сна и бодрствование. Это тоже очень распространенная причина нарушения сна, что мы на выходных спим больше и встаем позже. Очень важно в течение недели соблюдать распорядок сна. Такой раздел «Общее улучшение качества жизни». Отказ от вредных привычек, конечно же. Регулярное сбалансированное питание. Прогулки от 30 минут в день. Достаточное количество воды. Я здесь не привожу нормы, но это очень важно. Это индивидуальная норма. Наличие домашних любимцев. И есть очень много исследований. Кстати, это подходит к пункту 3, поскольку собаки, например, требуют их выгуливать как минимум 2 раза в день. Это и прогулка, и тоже снятие стресса. Очень полезный такой лайфхак. 10 минут тишины каждый день. Очень помогает снизить стресс. Используйте аромо- и цветотерапию. Например, если поставить прозрачную вазу с разными цитрусовыми на рабочем столе, ваш стресс снизится. И регулярно, не реже одного раза в год, сдавайте анализы. Обычно у учителей мы все проходим обследование ежегодно. Следите за состоянием своего здоровья. Изменение ментальных привычек. То, что помогает нам обязательно снизить стресс. Теплые воспоминания, их можно материализировать, мечтать. Очень важно мечтать. Вспомните, о чем вы мечтали раньше. Чего бы вам хотелось. Мечтайте. Дарите себе подарки. Дарите другим подарки. Регулярно тренируйте свой мозг. Квесты, загадки, головоломки, кроссворды. Уделяйте время ручному труду. Тоже есть исследования, которые говорят о том, что ручной труд снижает стресс. Хотя бы один-два раза в неделю, мне кажется, это будет очень полезно. И заканчивайте день на позитиве. Выводы. Стресс – это реакция организма на раздражающие факторы. Стресс в малых дозах и только в малых полезен для организма. Хронический стресс истощает организм. Стресс влияет не только на психику, но и на тело человека. Мы все в этом убедились. Наверное, я рассказала об этом. Очень полезно рефлексировать по поводу уровня стресса и измерять его в случае сомнений и, собственно, какие-то меры предпринимать. И есть несколько сфер нашей жизни, изменив которые, можно снизить уровень стресса. Большое спасибо участники и коллеги. Спасибо за внимание. И готова на ваши вопросы ответить, если они есть. Спасибо огромное. Очень много полезной информации. На самом деле, часто слово «стресс» и негативная коннотация, связанная с этим. Но слушая вас, и хочется все это сделать и сделать меньше стресса в своей жизни. Так, вопросов у нас нет. Очень много положительных комментариев. Есть и комментарии, что очень сложно это все реализовать. Для этого нужна… Что, Евгения, как вы считаете, нужно для того, чтобы вот эти все советы исполнить, претворить в жизнь? Что вот не хватает учителям? Я думаю, что здесь теория малых изменений поможет. Не обязательно все сразу брать. Но если вы можете изменить хотя бы один, два, три фактора в вашей жизни, что-то включить, чего-то избегать, это уже поможет. И постепенно вы сможете изменить вашу жизнь. Просто выберите то, что вам доступно сейчас, в данный момент. Согласна. На самом деле, не нужно, да, начинать новую жизнь с понедельника. Это всегда плохо заканчивается. Поэтому, да, маленькими шажками и к снижению стресса. Супер выступление, Евгения, спасибо. И мы переходим к следующему спикеру. Надежда Николаевна Верщагина нам также раскроет этот блок и расскажет про творческий подход к преподаванию как способ борьбы с выгоранием. Закончим нашу конференцию на позитивной ноте, на творческом подходе. Надежда Николаевна, учитель высшей квалификационной категории, автор статей в области работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. Я думаю, что много интересного мы сейчас узнаем. Даю вам слово. Надежда Николаевна. Здравствуйте, дорогие учителя. Я трепетно подходила к этому выступлению, потому что в какой-то момент у меня было такое состояние, как у учителя математики. Когда я находилась в абсолютном цейтноте при своих 30 часах работы, и возникало ощущение, что я физически не могу справиться с тем объемом задач, которые мне ставят, и в конечном итоге я не до конца вижу тот результат, который я делаю. Как человек творческий, для меня все это происходило достаточно болезненно, и, кроме всего прочего, возникало ощущение, что будто бы я делаю все не совсем так, и не так, как хотелось бы. Давайте с вами поговорим о том, как творческий подход к преподаванию может постараться вам помочь в этой ситуации, и рассмотрим это как способ борьбы с выговорением. Итак, посмотрим, что у нас получается. Ну, во-первых, о себе я буквально два слова скажу. Буквально в этом году я стала ведущим методистом авторского контента SkySmart. То есть теперь, к сожалению, своему большому я больше не работаю как учитель, но как учитель математики высшей коллекционной категории я проработала более 10 лет. Мои творческие интересы лежали в области детей одаренных и детей с трудностями в улучшении. А почему я здесь вспомнила о региональной площадке, вы поймете чуть позже, к концу моего выступления. Итак, давайте с вами посмотрим, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о прозаичном, о рутине учительской профессии, о высоких перегрузках при подготовке к аттестации, и очень часто у большинства учителей возникает вопрос, как изменить этот баланс. С моей точки зрения, это планирование профессионального развития. Я постараюсь показать вам, как это можно сделать, для того, чтобы вы могли получать удовольствие от своих собственных достижений и когда к вам подойдет зауч с предложением об аттестации, понять, что к аттестации вы готовы. Итак, давайте посмотрим. Вспомним себя в школе. В школе у нас уроки. Уроки много уроков. Дети, дети, дети. Между ними планерка, совещание, снова дети, 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 тетради, безумное количество документов, звонки родителей и родительские чаты. О них можно говорить много. Все это происходит по кругу, каждый день, и вы начинаете ощущать себя белкой в колесе. Когда у вас все-таки возникает аттестация, в конечном итоге, казалось бы, она должна бы эту ситуацию изменить, но вы начинаете выступать, на вас смотрят иногда доброжелательно, иногда не очень, но даже тогда, когда на вас смотрят доброжелательно, вы ощущаете себя как будто бы не в своей тарелке. Вы оформляете большое количество документов, доказываете, что вы сделали много в преподавании, вас даже хвалят, но в любом случае ваше состояние вот примерно такое. По той простой причине, что все это происходит как? Давайте с вами подумаем. Рутина нашей работы постоянно съедает наше время и силы. И если не попытаться от нее дистанцироваться, как-то ее спланировать, то она размоет все ваши успехи и потеряет среди множества дел все ваши достижения. Казалось бы, аттестация должна подчеркнуть самые лучшие моменты вашей работы, но в кратчайшие строки и в условиях пристального внимания к вам она приводит наоборот, она приводит чаще всего к стрессу. Что можно с этим сделать? Можно попытаться запланировать свое развитие. Не пугайтесь, что вы молодой педагог, не пугайтесь, что вы только что пришли в школу. Единственное «но», которое для молодого педагога здесь есть, он подавать одну аттестацию может только через два года работы. Но поверьте, два года в школе это очень-очень много. Что же в этом случае сделать? Давайте с вами посмотрим, как спланировать свой профессиональный рост. Во-первых, надо пообщаться с коллегами, с коллегами, которые уже аттестовались. Поговорить о их опыте, о том, с кем они общались, каким образом они общались. Обязательно изучить документы. Поверьте, на первый момент документы вас испугают. По той простой причине, что там будет столько пунктов, как говорили некоторые учителя, что для того, чтобы защититься, надо фактически защитить диссертацию. Нужно и выступать, и давать открытые уроки, и показать высокие результаты, и многое-многое другое. Разбейте все эти этапы, и поймите, что самое главное в рамках аттестации вам набрать необходимое количество баллов. Вы можете проанализировать свои сильные и слабые стороны, и выбрать те позиции, на которых вы можете набрать большее количество баллов, чем на других. Вам обязательно надо заручиться поддержкой администрации. Поэтому не спешите вначале, просто потихонечку собирайте материалы. Как только вы начнете это делать, как только администрация увидит, что у вас есть определенные успехи, через некоторое время они сами подойдут к вам, потому что в большинстве школ, за редким-редким исключением, но в большинстве школ администрация заинтересована, чтобы ее учителя постепенно росли и получали более высокие результаты и обладали определенными категориями. Ставьте творческие цели. Что имеется в виду? Мы каждый день проводим уроки, и, допустим, можно, трудно взять и запланировать каждый урок творчески. Это действительно невозможно, когда у тебя 30 часов, а чаще всего именно так бывает у математиков. В этом случае выделите какие-то наиболее интересные темы, которые вы любите, и темы, в которых вы можете наиболее интересно подать материал для учащихся. Во-первых, этот материал станет более интересным им, и математика станет им ближе. А с другой стороны, именно на этом уроке вы и можете сделать себе определенную творческую, решить какую-то творческую задачу, вздохнуть, поиграть с детьми, сделать что-то интересное. Но самое главное, вот это интересное надо обязательно зафиксировать. То есть фиксируйте любые свои успехи. Ваши дети победили в школьной олимпиаде на школьном уровне. Зафиксируйте это, запомните, сохраните этот определенный протокол. Ваши дети победили на олимпиаде какой-то второстепенный, сохраните их сертификаты. Все это, соответственно, вам пригодится. Итак, давайте с вами посмотрим, как это можно сделать и как это можно запланировать. Ну, например, вы подготовили урок, и урок у вас пошел на ура. Он вам понравился. Ваши дети горели. Им это нравится. Обязательно в субботу и воскресенье напишите подробный конспект. Опубликуйте презентацию и конспект урока на каком-нибудь из педагогических ресурсов. Сделайте фотографии счастливых детей. Я понимаю, что в этот урок вы не успели их сделать, но вы можете сделать их на следующий урок. Создать какие-то определенные ситуации. Это поможет вам и в конце года порадовать своих детей фотками в школе. Плюс, кроме всего прочего, поможет вам в дальнейшем в истории. Соберите отзывы детей, родителей. Фиксируйте этот успех. Запомните его. Сохраните, положите в папочку. Вам нужны выступления? Поговорите сначала с руководством метод объединения и заучим. Но есть школы, в которых ни на метод объединениях, ни на совещаниях педагогических не дают выступать учителям. Тогда ищите другую площадку для выступления. Какие потенциальные площадки в данном случае могут быть? Ну, во-первых, это, конечно же, городские ЭМО. Многие из вас скажут, а как туда вообще попасть, если, допустим, я обычный учитель, мало этого начинающий учитель. Сначала попосещайте их мероприятия, посмотрите план мероприятий, пообщайтесь. Пообщайтесь с методистом городского метода объединения. Чаще всего в большинстве из них в конце бывают определенные отчетные мероприятия. И в рамках этого отчетного мероприятия они собирают, оно небольшое, но они собирают учителей, которые могли бы выступить и представить себя. Есть методические лаборатории. Например, в моем городе такая методическая лаборатория существует. Она существует при городском методическом центре. Соответственно, можно поучаствовать в работе этой методической лаборатории, поучиться чему-то самому. И здесь не обязательно в данном случае каждый раз, каждый месяц что-то делать. Можно просто взять и два раза в год запланировать себе какое-то определенное мероприятие в рамках этой методической лаборатории. И, соответственно, опять-таки положили к себе в папочку. Посмотрите городские семинары. На городских семинарах пообщайтесь с учителями. Заведите знакомства. Посмотрите онлайн-конференции. Например, такие онлайн-конференции могут проводить совершенно разные организации, в том числе, например, Искайсмарт. Далее, предположим, вам нужны публикации. Изучите ресурсы. Важно уточнить у администрации, какие ресурсы считаются престижными, потому что в определенный момент вы можете ощутить разочарование. То есть, например, вы публиковались на каком-то ресурсе, а администрация считает, что это недостойный ресурс. Посмотрите, есть ли что-то в региональном метод-центре. Чаще всего региональный метод-центр публикуют сборники. Сборники публикуются раз в год, и они опять-таки ищут учителей и ищут статьи от этих учителей. Потихоньку приготовьте одну-две публикации. Это опять-таки зачтется. Мало этого, например, Скайсмарт буквально недавно проводил олимпиаду для педагогов, для учителей математики. И в данном случае мы выдавали сертификаты об участии в этом проекте, о публикации. Не спешите платить деньги, так как часто бывают другие возможности, причем российского или международного уровня. А это приносит большие баллы, чем обычный городской уровень. Участвуйте в проектах. В любых проектах участвуйте. Лаборатория учителей математики. Например, сейчас Скайсмарт собирает лабораторию учителей математики. Напишите нам. Мы будем рады вас увидеть и рады вас в данном случае пригласить в эту лабораторию и выдать, дать определенный сертификат за вашу работу в рамках этой лаборатории. Региональная площадка для олимпиады. Именно о ней я и вспоминаю. У меня возникла проблема. Мне, мои дети хотели поучаствовать в определенной олимпиаде в формула единства. Но, к сожалению, в моем городе данная олимпиада не проводилась. Когда я стала выяснять эту ситуацию, оказывается, каждый учитель может попытаться организовать региональную площадку в своем городе и даже пригласить другие школы на эту площадку. Это тоже определенное мероприятие. Это ваш проект, который может лечь в основу аттестации. Математические театры, математический лагерь. Естественно, такие вещи, как математический театр, математический лагерь, это очень огромный объем работы. Поэтому здесь в данном случае нужно правильно рассчитать свои силы и подумать, в каких проектах вы можете поучаствовать с минимальным количеством усилий, если у вас 36 часов математики. Поэтому в данном случае я вас прекрасно понимаю. Но в конечном итоге, когда вы сложите все это, все это превратится вот в такую огромную паку. И как только к вам подойдет ваш зауч или руководитель метод объединения с вопросом, а не хотите ли вы аттестоваться, вы скажете, да, конечно. И выложите всю эту папку перед ними. Самое главное – все это делать потихоньку, по чуть-чуть. В один месяц одна задача, в другой месяц другая задача. И такое распределение сил, с одной стороны, позволит вам ощутить, что вы делаете что-то важное, что вы действительно движетесь вперед, что у вас есть методика преподавания вычислительных навыков, что у вас есть методика, допустим, организации внеклассного мероприятия, что у вас есть замечательный урок, который можно не стыдно показать и можно провести как открытый урок в данном случае. И, соответственно, вы будете готовы всегда. И надеюсь, что результат вам зачтется. Поэтому, пожалуйста, дорогие наши учителя, будьте счастливы. Приходите в проекты к нам, в педагогические олимпиады, в педагогические лаборатории, а мы постараемся вам помочь во многом и в проверке ваших домашних работ, и в том числе даже в аттестации. Огромное спасибо за внимание. Да, я возвращаюсь. И хочу сказать огромное спасибо Надежде Николаевне, что так удобно рассказала про творческий подход, зарядила позитивом. Это то, что нам нужно было под конец, после разговоров про стресс, про конфликты с детьми, с родителями. И на этой прекрасной ноте мы хотим подвести итоги и рассказать вам о том, как вы получите сертификаты за сегодняшнюю конференцию, ну и подвести итоги. В блоке у нас было 5 блоков, напомню. И сейчас я расскажу и покажу, как будет выглядеть сертификат. Продемонстрирую вам. И секундочку. Было всего 5 блоков конференции. В блоке профессиональный рост и работы в коллективе мы с вами разобрали, какие сообщества, карьерные возможности существуют для педагога, для роста, для развития. В блоке личность мы рассмотрели, как нам соблюдать вот этот баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью, как следить за нашим эмоциональным фоном, тоже баланс соблюдать. Дальше третий блок – это выстраивание отношений с родителями, как нам устранить недоверие, расположить родителей, чтобы наша деятельность была более продуктивной. Ну и, конечно же, как настроить контакт с детьми, как правильно реагировать на конфликтные ситуации, чтобы меньше стрессовать по этому поводу. Следующий блок – это стиль руководства. Наши методисты интерактивной рабочей стратегии SkySmart показали, как практически вы можете экономить время на проверке домашней работы, какие задания вы можете создавать и использовать в дополнение к федеральным стандартам, к тем упражнениям и методическим комплектам, которые вы используете в школе. Ну и в последнем блоке наши два дорогих спикера, два методиста рассказали, «Как же справляться с психоэмоциональным напряжением?» Мы поговорили про стресс и раскрыли тему сегодняшней конференции «Профессиональное выгорание». Напишите, пожалуйста, в чате, очень интересно, какая тема, какой спикер вам понравились больше всего, либо какие идеи, какие механики вы запомнили и, кажется, будете на взгляд использовать ваши деятельности. Вот эта информация очень интересна для нас. И я также хотела рассказать про карьерные возможности. Методисты направят в чат ссылку. Я хотела сказать, что мы сейчас в активном поиске методистов, преподавателей с разных предметов, так как школа у нас мультипредметная. И, соответственно, мы ищем методистов и по математике, по английскому языку, по-русскому. И для этого, чтобы стать частью нашей команды, нужно выполнить несложное тестовое задание и заполнить форму заявки на сайте. Ссылку сейчас вам отправят. И, конечно же, если у вас появятся какие-то вопросы, то также по этим контактам вы можете связаться со специалистом и задать все волнующие вас вопросы. Ссылка на карьерные возможности находится под описанием этой трансляции. Ну и дополнительно модератора прошу отправить ссылку в чат. Но под видео эта ссылка тоже будет актуальна для тех, кто будет смотреть эту конференцию в записи. И, конечно же, хотела рассказать про сертификат. Сертификат получат все участники сегодняшней конференции. И единственное, вам очень важно ваше мнение о конференции. И, соответственно, мы просим вас заполнить форму обратной связи, оценить, насколько темы, спикеры, формат вам понравился. Если вам в целом все понравилось, мы будем рады также, если вы поставите лайк под видео этой конференции. И, соответственно, заполните форму обратной связи. После того, как вы заполните в течение недели, вам придет на почту сертификат такого же формата за участие во второй международной онлайн-конференции. Да, международной, так как у нас участвуют преподаватели из разных стран. Я когда только зашла, были преподаватели из Южной Кореи. Это здорово. И я благодарна вам, что нашли время, в, конечно же, в таком бешеном графике, на личное развитие. Это уже, как говорят, признание проблемы, сложности. Это уже путь к решению проблемы. Поэтому я уверена, что сегодняшние выступления, сегодняшние советы послужат вам мотивацией дальше развиваться, решать проблемы в вашей профессиональной деятельности. Не просто, да, как обычно это делают, жаловаться или говорить, что все плохо и будет еще хуже, а потихоньку находить способы, приемы, внедрять какие-то новые практики в свою деятельность и таким образом снижать уровень стресса в своей деятельности и избежать вот этого профессионального выгорания. Спасибо вам огромное за то, что вы участвовали. Я желаю вам отличных каникул, так как у нас сегодня выпускной. Рада была с вами пообщаться. Спасибо за вопросы и комментарии и до новых встреч. Ждем вас в интерактивной рабочей тетради SkySmart в личном кабинете, как всегда, на вебинары, курсы повышения квалификации и ваших учеников на наши олимпиады, ну и, конечно же, на различные активности, которые в течение лета будут появляться. Для этого заходите на платформу, отправляйте задания ученикам, чтобы летом они уже были уже в вашем кабинете личном, и вам пришлось бы только создать ссылку и отправить ее своим ученикам. Надеюсь, мы вас не подведем. Всего хорошего. До свидания.